Очень многие психосоматику представляют несколько мистические, вот ходят по интернету всякие мистические вещи, что вот обиду у вас будет онкология, если вы не можете высказать, у вас заболит горлышко, а если что-то вы не можете куда-то пойти, у вас коленки заболят, то есть вот какой-то очень мистический взгляд. Почти у каждого заболевания триггерами, то есть провоцирующими факторами его обострения, течением могут быть какие-то психические процессы. Всем привет, друзья! В эфире очередной выпуск программы «С нами грибы». «С нами грибы» — это новый интересный формат, который затеян группы «Фунгелайн» как обзорная программа, программа встречи с реальными работниками медицинской отрасли, и которая рассматривает применение грибов в области современной, новой, большой, уже, нельзя сказать, зарождающейся микотерапии, микофармакологии, микодиетологии, да, как хотите, так и называйте. Направлений много, тема молодая и интересная. Тема нашего выпуска — психосоматика и микотерапия. Мне кажется, что тематика данной программы, она, давайте позволим ей формироваться самостоятельно, потому что выяснилось, что я был, в общем-то, довольно неправ в своей оценке, а что такое современное понимание психосоматики, я, безусловно, понимаю, что всевозможные психологические проблемы. Мы живем в очень стрессовом мире. У нас много людей, у нас очень сложные взаимоотношения, человечество постоянно нарастает в своем количестве, и число стрессов растет и растет, да, самых разнообразных, социальных, военных, экономических, каких угодно, поведенческих. И вот это все мы попробуем сейчас как-то структурировать, отделить мухи от котлет и с вами разобрать. Тема действительно огромная, но очень интересная. Если нам не хватит времени, мы сделаем выпуск 2, выпуск 3, посмотрим, как оно пойдет. Итак, кто у нас сегодня будет в выпуске участвовать? Ну, я, понятно, буду как ведущий. Наш главный гость это, опять-таки, чтобы не набрать, сейчас я вам почитаю, это Бекетов Владимир Дмитриевич. Сейчас я зачитаю вам его регалии. Я точно знаю, что он кандидат медицинских наук, позволю себе это читать. А также врач-терапевт, клинический психолог, доцент кафедры терапии Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова. И я знаю, что Владимир Дмитриевич, я надеюсь, он позволит мне называть его просто Владимиром, потому что второго участника нашей беседы я буду называть просто Леной. И, соответственно, перехожу к представлению. Второй участник нашей беседы это Елена Андреевна Александрова, миколог, микопармаколог и, собственно говоря, сооснователь группы Кунгелайн. Елена много занимается микротерапией, и область, которую мы сегодня будем обсуждать, представляет ее, может быть, наибольший интерес. В том числе я знаю, что у Лены есть большое количество кейсов, в том числе связанных с посттравматическими расстройствами, да, и я надеюсь, что она примет активное участие в этой беседе, расскажет нам что-то интересное. Ну, собственно говоря, все. Давайте с вами начнем обсуждение. Владимир, я предлагаю вам как-то кратенько прокомментировать мою сумбурную преамбулу, да, и попытку разобраться в том, а что же мы сегодня будем с вами всеми обсуждать. Ну, а я вас с удовольствием послушаю, а дальше мы сформулируем какие-то глобальные вопросы и будем поэтапно обсуждать. Спасибо большое, Михаил. Ну, мне важно здесь сказать, как практикующему специалисту, врачу-исследователю и клиницисту, что психосоматические заболевания, как термин и как группа, они постоянно претерпевают определенную трансформацию. Где-то, ну, там, на заре развития медицины, если мы посмотрим ранние письменные источники, там, от греческих до арабских персидских авторов, перекресток здоровья духа, здоровья телесного, он всегда интересовал врачей, специалистов, шаманов, знахарей и так далее. Ну, к 20-му, 19-му, 20-му веку к развитию психологии, психиатрии, психофармакологии, психоанализа, наличие там серьезных прорывов в области понимания работы сознания, телесного, психического, их взаимодействия, пришли к пониманию того, что, в общем, практически любое заболевание, оно может иметь определенные изменения в работе структуры психики, и это может тоже влиять на, соответственно, течение этого заболевания. В начале середины 20-го века психосоматикой называли такие вот, в общем, функциональные изменения работы органов и систем, где телесная такая грубая патология не выявляется, и психосоматические болезни были диагнозом исключения. Ну, как правило, это проявление там условно тревоги, депрессии или других состояний в теле человека, которые не имеют других объяснений, связанных с травматизацией органов, тканей и так далее. Но последние исследования, последних десятилетий, работы разных знаменитых ученых, там, российских, которые основали, в общем, направление психосоматики, можно упомянуть академика Анатолия Бориславовича Смулевича, там, сотрудник нашего университета, Первого медицинского университета в Москве, или там, его учеников, других великих знаменитых психиатров, и зарубежных, и российских, в том, чтобы не отделять среди всех патологий, которые каждые 10-15 лет называются по-разному, их механизм уточняется и так далее, психосоматические, как диагноз исключения, а посмотреть, что общего между влиянием телесного здоровья и психического состояния пациента, и где на этом перекрестке телесного и психического есть определенные дисфункции, определенные состояния, которые могут нарушать работу органов и систем. Равно как и посмотреть, а какие психические, эмоциональные, когнитивные, то есть, ментальные какие-то аспекты работы тела могут влиять на работу периферических тканей органов, там, центральных тканей органов, и, в общем, действительно, вся вот эти вот, там, только ли семь, да, святая семерка известная, или большее количество заболеваний можно считать психосоматическими, это очень большая дискуссия. И можем сказать, как бы подводя вот маленькую черту под этим видением, что почти у каждого заболевания можно найти психосоматические черты, механизмы, и почти у каждого заболевания триггерами, то есть, провоцирующими факторами его обострения, течения, могут быть какие-то психические процессы. И психическое, оно неотделимо от телесного, оно в тесном содружестве, это лишь для исследований, для с точки зрения физиологии и с точки зрения определенного этапа диагностики. Мы разделяем искусственно пациента на психиатра, невролога, там, уролога, кардиолога, а, в принципе, с позиции холидма, с позиции интегрального рассмотрения всех органов и систем, с позиции единства, холистического анализа такого. Конечно, тело функционирует вместе. Поэтому, наверное, у многих заболеваний есть психосоматические компоненты. Владимир, правильно ли я понимаю, что если перефразировать ваше вступление на народный язык, то вы практически подтвердили высказывание, что все болезни отмерли? Может быть, не всегда напрямую, но с учетом того, что вы сказали, что физические заболевания, да, они так или иначе влияют на психическую составляющую, возникает эффект обратной связи, она, в свою очередь, снова влияет на заболевания и болезненные состояния, то что, в народной мудрости, получается, что-то есть? Ну, так, в двух словах, кратенько. И в народной мудрости что-то есть. Действительно, как бы, традиция развития взгляда народов мира и на проблему болезни, она об этом и говорит. И действительно, можно сказать, что многие болезни от нервов. Ну, мне, как человеку университетскому, с университетским мировоззрением, который жаждет всегда найти публикацию, статью, эксперимент и какую-то адекватную теорию, очень близка позиция великого психотерапевта Ирвина Ялома, который основал, там, групповую экзистенциальную психотерапию. И он, в общем, говорил так, что не болезнь выбирает человека, а человек выбирает создать себе, осознанно или нет, определенный стресс в жизни, в своей психике, душе, в теле, а дальше уже стресс выбирает болезнь. И, по сути дела, в этом есть подтверждение более научное такого фразы, что все болезни от нервов. То есть, есть определенная дисфункция где-то в какой-то части, организма. И оно, в общем, приводит к тому, что в этом таком... Где тонко там рвется, соответственно, да, там возникает определенная болезнь. И очень во многих таких случаях можно найти психосоматические моменты. То есть, влияние психики на телесное здоровье и обратное влияние телесного здоровья на дисфункцию психики. Ну, прекрасно. На самом деле, это полностью соответствует и моим представлениям о обсуждаемой теме. И сразу понятно, откуда берутся сублимации, да, и все остальное. И когда человек сознательно вводит себя в болезненное состояние, для чего это делается, какие цели он этим пытается достичь. Елена, давайте вы, пожалуйста, расскажите, что вы хотели нам поведать. И с обсуждаемой тематикой. Кратенько тоже, как водное слово. А дальше уже перейдем к конкретным вещам. Да, я хотела чуть-чуть к конкретике перейти, потому что очень многие психосоматику представляют несколько мистические. Вот ходят по интернету всякие мистические вещи, что вот обиду у вас будет онкология, если вы не можете высказать, у вас заболит горлышко, а если что-то вы не можете куда-то пойти, у вас коленки заболят. То есть, вот какой-то очень мистический взгляд. Я бы хотела, чтобы психосоматика все-таки воспринималась не таким мистическим образом, а скорее вот ближе к доказательной медицине, потому что даже доказательная медицина уже открыла многие механизмы, как именно это происходит, и как именно происходит вот это вот воздействие нервной системы. А нервная система же, она не в воздухе висит, а она через вегетативную нервную систему очень близко со всем общается. И даже, ну вот если Владимир говорил про древность, в древности не было ничем удивительным, если человек там умирал от горя или от любви, это не казалось чем-то удивительным. То есть, тяжелое потрясение могло привести не только к болезни, но и к смерти. Это говорит, что древние вполне понимали, что тяжелые эмоциональные переживания могут вызвать достаточно большие повреждения телесности также. По моему опыту, есть влияние на различные структуры организма, как острого стресса, так и какого-то хронического стресса. На мой взгляд, от острого стресса больше всего страдает сердце, от этого инфаркта или ишемическая болезнь сердца, как говорилось. Страдает кишечник, страдает система дыхания, нарушается дыхание и серьезно нарушается сон. Вот так проявляется обычно посттравматика, сильный какой-то стресс, острый. Если же мы говорим про хронический стресс, с моей точки зрения, страдает желудок, гастрит и язвенная болезнь сердца, тахикардия, аритмия, кишечник, синдром раздраженного кишечника, и страдает также сон, различные нарушения сна, отсутствие сна. Это первый комплекс таких систем, или сон – это не система, а состояние организма, которые страдают. Менее очевидные жертвы хронического стресса, менее очевидными жертвами я бы назвала иммунную систему, мышцы и мышечные зажимы, разные спазмы какие-то, зажимы лицевые, нарушения осанки. Также страдает молочная и щитовидная железа от хронического стресса. Дальше я бы назвала такие нарушения, они близки между психологией и соматикой, такие вещи, как нарушение пищевого поведения. Это или заедание стресса, или, наоборот, анорексия, в общем, различные нарушения пищевого поведения, когда человек перестает слушать свое тело, не может его слушать, или из-за депрессии, или из-за какого-то затяжного стресса. Вот эти вещи, с моей точки зрения, они точно связаны с психологией, с психическим состоянием человека. И здесь же я бы сказала, что с моей точки зрения есть явные такие связки-триады, я их называю. То есть есть такие связки, как нервная система кишечника и кожи, то есть когда проблемы в психике, они ведут к нарушениям в пищеварительной системе, и потом они ведут к разным кожным проявлениям. Дальше проблемы с нервной системой ведут к нарушению сна, и они ведут уже к металлическому синдрому. Проблемы с нервной системой ведут к проблемам иммунитета, и уже они могут вызывать или опухоли, или уже аутоиммунные заболевания. При повышении иммунитета, соответственно, могут возникать аутоиммунные заболевания, при снижении иммунитета мы можем наблюдать опухоли. Вот я бы тоже с точки зрения холистического взгляда на медицину, я бы свой взгляд образовала бы примерно так. Ясно, спасибо. Я услышал одну очень интересную вещь. Я хочу переадресовать вопрос Владимиру, чтобы он параллельно это прокомментировал. Вот Елена сказала о заедании стресса. Это на самом деле такая штука, которую я бы охарактеризовал как психосоматическая поведенческая реакция. То есть это не болезнь уже каких-то органов и систем, а это именно психосоматическая поведенческая реакция. Владимир, существует ли вообще классификация именно этой области, интересной поведенческих реакций, обусловленной психосоматикой? И если существует, то вы можете ли что-то по этому поводу сказать и, может быть, даже перечислить? Продолжая очень важный и правильный комментарий Елены, я хотел бы дополнить и сказать, что действительно желудочно-кишечный тракт и сердечно-сосудистой системы самые стресс-зависимые органы. Это определяется особенностями их иннервации, гормональными процессами, которые на сегодняшний день вот так вот известны нам, как известно. И дополняя большой список разных состояний, которые имеют связь с психологическим, стрессовым компонентами, хотелось бы сказать, что вот там несколько лет назад японские исследователи и врачи рассказали о синдроме токацуба, или синдроме разбитого сердца. Это когда избыточное влияние катахоламинов, так называемых гормонов стресса, оно вообще приводит к развитию сложной перестройки сердца, сложными механизмами, которые очень сильно похожи на инфаркт миокарда, но как таковым истинным инфарктом миокарда это не является. И при этом по мере принятия стресса и по мере преодоления этой ситуации при поддержке фармакологической определенной, в общем, эта ситуация может проходить. Хотя выглядит это очень похоже на ишемическую болезнь сердца. Да, действительно, синдром раздраженного кишечника это такой яркий самый пример желудочно-кишечного страдания, при котором доказано меняется микробиота, то есть бактерии, которые нам очень важны в желудочно-кишечном тракте. И там очень сложное взаимодействие у разных осей, например, ось нейрогормональная, изменение гормонального статуса, кишечник, кора головного мозга. Это очень большое поле для исследования. Я уж не говорю об АСМИ, о последних данных, которые показывают, что меняется количество B-клеток, которые вырабатывают антитела, и T-клеток, T-лимфоцитов, которые оплодают прямым цитотоксическим действием на вирусы и бактерии при хроническом стрессе. А хронический стресс, в свою очередь, может давать открытые ворота для разных вариантов инфекции и так далее, и так далее. Ну вот, наверное, я бы не очень согласился с тем, что ишемическую болезнь сердца мы можем считать психосоматическим диагнозом или говорить о выраженном вкладе психосоматики в ишемическую болезнь сердца. Тут вопрос, что называется, как договориться о понятиях и о каких теориях мы говорим. Потому что есть инфильтративная теория тросклероза, системное воспаление, они влияют на сосудистую стенку и так далее, и так далее. Но тут мы обязаны сказать, что вот все эти разговоры о том, что такое болезнь, что такое здоровье и как воспринимать систему, они нас приводят к тому, что нам приходится сначала договориться о том, что тогда такое вообще болезнь и как ее воспринимать. То, что у нас вся медицина университетская на сегодняшний день построена по историческим причинам, по объективным причинам других наук, построена на том, чтобы оценивать физиологические процессы, адаптацию к механизмам выживания и, соответственно, определять болезнь как нездоровье или как нарушение функции. Но это нарушение функции иногда при некоторых исследованиях выясняется, на самом деле является способом адаптации, просто не таким, какой бы нам хотелось бы видеть. Но это очень большая дискуссия, которую бы в рамках сегодняшней темы даже открывать страшно. Второй момент, который я бы хотел сказать, что я крайне важен, это то, что чем больше мы исследуем подфизиологических механизмов, то есть механизмов самого заболевания, патологического процесса, тем мы больше выясняем, что роль трех основных дирижеров организма, в первую очередь нервной, во вторую очередь гормональной, в третью очередь иммунной системы, она есть во всех процессах, во всех абсолютно, и в онкологических, и в аутоиммунных, и в аутовоспалительных, и просто в ковиде, гриппе, коре или других вирусных, бактериальных заболеваниях. И по мере исследования, накопления этого подфизиологического пула исследования, мы приходим к тому, что психика влияет на тело, тело влияет на психику, и тогда классификации, которые были в конце 20 века, которые в начале 2000-х годов формировались в области психосоматической медицины, они требуют постоянного пересмотра, что обновляется данное понимание единства органов и систем, и постоянно дополняются данные о том, что вот в ревматоидном артрите, казалось бы, безусловно, в воспалительном аутоиммунном заболевании, когда собственные иммунные клетки разрушают собственную суетную ткань, оказывается, есть моменты, связанные с активацией каких-то структур нервной системы, они влияют на психику, они определенным образом влияют на медиацию воспалений, тогда вопрос уже о том, что, наверное, при каждом заболевании есть психосоматический аспект, практически при каждом. Поэтому вопрос о классификации, да, он нужен с точки зрения исследования, да, возможно, в обыденном взаимоотношении людей и пациента с врачом важно как бы условно разделить на болезнь структурную, которая обладает повреждением значимым органов и систем, и более функциональную. И функциональной, наверное, можно в большей степени относить к болезням психосоматическим. Но в то же время никто не исключает, что пациент, имеющий тяжелую патологию сосудов, значимый серьезный атеросклероз с изменением сосудистой стенки, имеющий какие-то значимые структурную патологию с бактериально-хронической инфекцией, не имеет права или возможности страдать и от психосоматических каких-то синдромов и проблем, и это может вместе соединяться, друг друга отягощать, и тогда вообще этот клубок рассматривать и распутывать с точки зрения классификации или каких-то ярлыков, это соматическое, это психосоматическое, это структурно, это функционально, становится все сложнее и сложнее. И большая часть исследователей, врачей последние годы воспринимают организм как единство всех функций систем и даже большее, чем совокупность этих отдельных систем и просто перестают рассматривать болезни как соматические, функциональные или психические, а воспринимают это как единство. Вот в этом кажется мне вообще глобальный тренд развития науки и медицины всех ее отраслей. И причем, если мы говорим о роли доказательных исследований, то причинно-следственная связь доказывается и в тех, и в тех, и в тех, и в тех координатах. Вопрос, как договориться о понятиях и что рассматривать. Ну, это прекрасная концепция, и мы ее разовьем в одном из ближайших выпусков, где мы будем вообще говорить о состоянии современной бигфармы и о расколе, который уже не то что наметился, а происходит прямо на наших глазах, да, молодая фарма с холистической концепцией, с интегративным и прочим подходом, да, и классическая фарма, которая работает с молекулами и юристами, скажем так, да, по-простому. Вот, это прекрасная тематика, я очень хорошо понимаю, о чем идет речь. Ну, смотрите, нервная система, гормональная система, иммунная система, то, что озвучил Владимир, да, три кита, три составные части, действительно так, они работают, безусловно, в комплексе, но также можно совершенно спокойно сказать, что все у нас болезни от оксидативного стресса, да, мы все окисляемся, и начиная там от рака и диабета, да, и заканчивая альцгеймером и чем угодно, то есть здесь может быть много подходов, и Владимир абсолютно прав в том, что мы как организм, это не сумма каких-то отдельных концепций и определений, это мы просто единый организм. Если все, что с нами происходит, с нами происходит единовременно, это такая метаболомика, да, немножечко в каком-то смысле, вот есть тюминутный стресс, который показывает, да, что задействована и та система, и это, и мы страдаем так, 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 по огромному комплексу причин, и прекрасно, что современная медицина действительно начинает это осознавать, и в каком-то смысле возвращается к тому, из чего она вышла, откуда она появилась, то есть к тем самым, ну, не побоюсь такого слова, может быть даже шаманским методикам, которые рассматривают тело, дух, душу, да, как некое единое целое, и применяют методы, которые одновременно воздействуют на все составляющие организма, пытаясь вызвать какой-то позитивный отклик. Елена, вы что можете сказать по этому поводу? Я очень за, я бы постепенно переходила от «кто виноват, что делать», тоже, как ты и говоришь, вот, как человек, да, практический, я бы еще хотела пару слов буквально сказать, что вот в психосоматике еще можно обсудить как раз еще несколько кругов сплошительно-обратной связи, значит, нарушение в нервной системе, нарушение работы щитовидной железы, которое ведет к следующим нарушениям в нервной системе, и так по кругу, значит, вот этот круг, который ускоряется и ухудшает состояние человека, и также нарушения в нервной системе, которые ведут к расстройству сна, вот, расстройства сна тоже, в свою очередь, ухудшают состояние нервной системы, Вот эти вот круги, они тоже существуют, их тоже нужно иметь в виду. И последнее, как, в общем, единственная женщина, я бы еще хотела сказать по поводу того, что стресс, он также и на внешность влияет, также можно и постареть от горя достаточно быстро, и состояние волос, и кожи, и ногтей, и вот всего, чем мы любуемся внешне, тоже от стресса портится, конечно, и это тоже нужно иметь в виду, потому что важно же не только здоровье как здоровье, а еще же важно здоровье внешне. И тут тоже понятно, что стресс не помогает. И нам, конечно, интересно, как и микрофармацевтам, и просто врачам найти такие пути, чтобы при подходах к лечению каких-то болезненных состояний не забывать о том, что, может быть, какое-то лечение психотерапевтическое может сделать больше, чем просто лечение симптоматического. Хорошо. Владимир, у меня вопрос к вам, как к практикующему психологу. Как вы считаете, с вашей точки зрения, с точки зрения доказательной медицины в том числе, какая из методик при подходе к психосоматическим... Хорошо, мы вошли в это русло психосоматическое, давайте дальше в нем двигаться. Какой подход более эффективен? Медикаментозный, психологический. Вот побеседовать с пациентом, объяснить, что все его проблемы от такого-то комплекса переживаний, у него в голове чего-то перещелкнет, и синдром раздраженного кишечника сам по себе пройдет. Или все-таки, в первую очередь, нужна какая-то медикаментозная, или, мне не нравится это слово, альтернативная медицина, но хорошо, использование препаратов растительного, там, грибного животного происхождения, или какой-то микс, да, сочетание их. Вот что, с вашей точки зрения, наиболее эффективно в этом плане? Ну, если мы говорим о доказательной медицине, тут сразу важно сказать о том, что это подход к организации, в принципе, общественного здоровья, клинических исследований и поиска доказательств. Так что, говорить вот, и термин доказательной медицины, он в последнее время претерпевает определенную трансформацию. Поэтому, я бы сказал так, есть научные обоснования и доказанные в эксперименте подходы, а есть то, что на текущий момент либо не доказано, либо много раз подтвердило свою несостоятельность, то, что в экспериментах это провалилось. Поэтому, как бы, я вот выходил бы с позиции вот такого мировоззрения. Вот, я человек университетский, у меня университетское мировоззрение, для университетского мировоззрения характерно наличие эксперимента и разная степень доказанности. Вот и все. А все остальное это обыденный личный опыт, который имеет право на существование, но если мы говорим об каких-то документах, структурах или научном подходе, тогда просто нужны эксперименты. Вот и все. Разная степень доказательности. С точки зрения вот этих экспериментов есть большое количество статей. Если мы сейчас наберем в научно-метрических базах данных, вот я перед нашей встречей набрал, это больше 150 тысяч статей в русскоязычных источниках, там в Киберленинге и Лайбрере по теме психосоматика, доказанное лечение, эффективность. Но в зарубежных наукометрических базах данных это под миллион уже статей различных, которые там на хорошем уровне доказательности. В общем, они говорят о том, что доказано использование различных вариантов антидепрессантов, формально группа это так называется, там наиболее безопасные доказанные селективные ингибиторы обратного нейронального захвата серотонина или там трициклические антидепрессанты различные. Какой это роль определенную, препараты, воздействующие на дофаминовые рецепторы, современные антипсихотические средства по старому нейролептике или там, да, вот сейчас в основном их называют так, нейролептики. Седативные препараты, которые воздействуют на гаммкорецепторы, ну это же с точки зрения фармакологии. Остальные в большей или меньшей степени зависят от нюансов и деталей. Если речь идет с точки зрения соматической медицины, если желудочно-кишечный тракт, там есть определенные спазмолитики, препараты, уменьшающие спазмы, нормализующие тонус и так далее, они тоже имеют определенную роль. Если речь идет о сердечно-сосудистой системе, там, конечно, блокада симпатоадреналовой системы в сочетании с успокоительными препаратами различными, имеет определенную доказанность. Но это вот определенный пул таких вот наиболее часто используемых средств в общепринятой врачебной практике, поскольку у нас есть устаившийся подход. Симптом таблетка или синдром таблетки. То есть, если не выписан препарат на приеме, приема, считай, не было с врачом. Вот это, к сожалению, та парадигма, которая мне радикально не нравится. И как интернисту, терапевту и человеку, который и консультируется в психосоматическом отделении в рамках мультидисциплинарной команды, как практикующему клиническому психологу, конечно, я это не приемлю. С точки зрения гайдлайнов, клинических рекомендаций, вот мы открываем, например, одно из самых распространенных заболеваний – это тревожное расстройство. Или мы, например, открываем гайдлайн или какие-то протоколы по лечению синдрома раздраженного кишечника. И что мы видим? С высоким уровнем доказательности стоит психотерапия. Причем психотерапия, которая может оказываться и психологом, и психиатром, и психотерапевтом, они тоже делятся на разные методы. Там началось все условно с психоанализа юнгианских методик, фрейдских методик, неофрейдизм. Он имеет очень низкий уровень доказательности. Считается, что в медицине, в общем, он не входит в гайдлайны, потому что очень низкий уровень доказательности – это плохо исследовано или нет хороших доказательств, которые бы говорили о длительном эффекте. В гештальтерапии чуть больше уровень доказательности, но не входит в гайдлайны полноценно, потому что не исследовались на группе пациентов с установленным клиническим диагнозом. В большом объеме нет метанализов. А когнитивно-поведенческая психотерапия, особенно ее третья волна, когнитивно-бихевериальная психотерапия третьей волны, она же когнитивно-поведенческая. То есть осознаю паттерн действий, нарушения пищевого поведения, реакции на стресс, какие-то реакции на социальные триггеры, на повышение температуры, на всякие разные вещи. И меняю этот паттерн путем изменения поведения. Вот такая когнитивно-поведенческая терапия, особенно ее вариант АСТ – Acceptance and Commitment Therapy. По-русски это терапия принятия ответственности. Она обладает наибольшим эффектом. Но если мы видим исследования, вот в этой области они показывают очень хороший эффект. И сейчас идет опять к тому, что есть так называемая эклективная терапия или синтез определенный, где есть элементы гештальта, элементы транзактного анализа, схемотерапии, элементы КБТ. Они структурируются, сочетаются, и так или иначе это исследуется, используется врачами, которые сталкиваются с психосоматикой вместе. Но важно сказать, что в классическом подходе фармакологическом нередко назначаются препараты из безрецептурной группы, нестрогого учета, условно говоря. И есть большое количество лекарственных средств растительного происхождения, которые регулярно назначаются. У нас есть куча разных настоек, капель, есть препараты лекарственного происхождения, которые традиционно в большом объеме назначаются. Что-то имеет меньший уровень доказательности, что-то вообще его не имеет, что-то пока не доказано, что-то однозначно не имеет уровень доказательности. Но мы знаем, например, что аналог таблеток бензодиазепиновых растительного происхождения есть, например, в пустырнике. И он оказывает очень хороший седативный эффект, длительный, при этом при всем лишен определенной части побочных эффектов, иногда назначается. Однако он не входит в клинические рекомендации на курс приема, и мы не можем в полной мере опираться на это с точки зрения официального назначения, например, в стационаре. Или в амбулаторной практике большинство врачей будут определенные проблемы иметь с этим при назначении. Есть исследования, которые показывают, что некоторые базидиомицеты, грибы целой группы, они оказывают серьезный эффект. Если посмотреть, например, тревожное расстройство исследования, которое сейчас проводят в Европе, коллеги из Швейцарии, есть целая группа исследователей, очень большую работу проводят в Великобритании. Есть группа, которая сейчас делает это в Галф-юниверсити, университет залива в арабских странах, есть группа в Китае. В общем, много где есть эти группы. В Стэнфордском университете огромное исследование идет по изучению разных препаратов растительного происхождения или препаратов из грибов, которые воздействуют на бензодиазепиновые рецепторы, на гамкорецепторы, на рецепторы серотониновые. И там оказывается огромный эффект, который не требует синтеза каких-то химических структур новых, а мы просто берем у природы, очищаем и, в общем, используем. Правильным образом подготовленное сырье. Поэтому, как бы, резюмируя вот эту часть, я бы хотел сказать следующее. Когда приходит строитель делать качественный ремонт, у него же не только молоток, и не только пила, и не только отвертка. А у него и рубанок, и стамеска, и другие разные инструменты. Поэтому я, как практикующий врач и как исследователь медицины, я всегда смотрю на феномены в медицине. Известно, что там гимнастика тайчи при некоторых видах психосоматических расстройств, связанных с мышцами, может давать хороший эффект. Значит, получается ЛФК, определенные физиотерапевтические процедуры, определенные занятия лечебными видами физической нагрузки могут давать эффект. Психотерапевтические подходы, например, КБТ, могут давать серьезный эффект. Нельзя обойти вниманием гештальт. Есть много наблюдений, которые показывают, что гештальтерапия помогает. Различные варианты растительных методик. Каким-то пациентам необходима фармакологическая поддержка дополнительная, потому что не справляются они. Или эффект не так выражен, или сложно тетровать дозу, или лекарственное взаимодействие невозможно рассчитать. Есть аллергические реакции какие-то и так далее. Пожалуйста, тоже такой момент есть. Поэтому я бы не противопоставлял бы один метод лечения с теми-то или иными доказательствами против другого. Я бы не использовал термин альтернативная медицина. Я бы использовал термин синтетическая медицина, эклектическая медицина. Я бы говорил о комплементарной медицине, когда одно другое дополняет. Есть общепринятые или конвенциональные методы лечения, прописанные в гайдлайнах и порядками Минздрава, которые врач обязан по закону, чтобы не лишиться диплома, использовать. И к ним мы можем добавлять по решению врача, пациента в рамках партнерского подхода какие-то дополнительные, дополняющие методы лечения. Многие из них имеют серьезные доказательства. Владимир, спасибо. Я сейчас хочу две копейки от себя вставить, чтобы наши зрители понимали, о чем идет речь. Владимир несколько раз вспоминал о своем университетском подходе. Хочу обратить ваше внимание на то, что у нас сейчас все три участника этой программы. Они, собственно говоря, с университетским образованием и с университетским подходом. Но когда я выгляжу глупо, задавая глупые вопросы, я, во-первых, формулирую их не от себя. Нам приходит огромное число вопросов от слушателей, которые гораздо менее подготовлены, хуже разбираются в тематике, могут задавать вопросы сколь угодно упрощенного уровня, скажем так. Они совершенно не обязаны разбираться в той тематике, которая от них далека, но здоровье интересует всех. Поэтому, когда я вытаскиваю вас на такие, может быть, отчасти страстные монологи, когда вы показываете, что действительно болоток, пила, как можно пользоваться ими отдельно друг от друга, это не значит, что я так считаю. Это я вытаскиваю вас на страстный монолог. И таким образом люди начинают лучше понимать, о чем вообще мы сейчас разговариваем, и как мы потихонечку перейдем к тому, а что же на самом деле делать. И вот в плане уточнения, а что же на самом деле делать, вот как Елена правильно сказала, да, кто виноват, мы уже понимаем, виноваты все на свете, да, а что делать-то? У меня вот еще такой, наверное, последний промежуточный вопрос, не знаю, кто из вас захочет на него ответить. Как вы относитесь и что вы думаете о самотерапии? Да, вот допустим, человек осознает, что у него синдрол раздраженного кишечника, там проблемы со сном, стрессы на него влияют, так-то и так. Он понимает, что это у него психосоматика в том или ином проявлении. Он знает, слышал, читал, да, вот сейчас из нашей программы может узнать, что существуют препараты с давним принятым доказательным медицинным использованием, а существуют вот какие-то сейчас, Владимир тактично не упомянул названия, да, растения и грибы, которые серьезно влияют там на маус, эротонин, дофаминовую систему и так далее, и так далее. И, в принципе, они все известны, с ними тоже можно работать. Возможно ли, да, значит, смотрите, прямо вот, называю вещи своими именами, за последние 3-4 года, нет, даже не 3, точно 4, использование микродозинга грибов, там, псалцибиновых, мухомора, ну, про Собиде я вообще молчу, да, оно растет по экспоненте. И этот рост по экспоненте отражается, в первую очередь, самотерапией. То есть, люди понимают, что это недорого, да, сеансы у психолога, там каждый стоит сколько-то прилично денег, и они, как правило, многократны, а тут, в конце концов, ты можешь просто там сходить в лес или на делянку, да, или как там это еще бывает, вот, и применить себе какие-то методы интегративной медицины. Вот, нормально ли это, опасно ли это, как вы к этому относитесь? Ответьте, пожалуйста, кто-нибудь или оба. Ну, ты все-таки распредели чуть-чуть кому, я могу сказать пару слов, потом, может, Владимир тоже сказать. Давайте вдвоем, а дальше мы перейдем к каким-то... Хорошо, давай я скажу, что я думаю, вообще, делались исследования, что в России самолечение сейчас находится на очень большом уровне и всегда находилось, потому что самолечение, оно зависит, во-первых, от народных традиций, потому что очень во многих странах есть, так или иначе, травничество и тенденции лечить как-то традиционными способами, но в России как раз очень большое количество людей лечится, в том числе и аптечными препаратами. И даже вот рецептурность антибиотиков их не пугает. В среднем русский человек считает, что он сам все может, сам все умеет, ему никто не нужен, а врачам он в среднем доверяет не очень. Это не очень здорово, конечно, потому что мы понимаем, что использование антибиотиков бесконтрольно, это ужасно, и ведет ко всяким проблемам разнообразнейшим, и использование даже традиционных способов не всегда хорошо, но мне кажется, это зависит от степени проблемы. Если проблема не сильно выраженная, может быть, или ее можно попробовать вылечить самому. Психологическая проблема, соматическая проблема, какая-то психическая даже проблема. Или же есть серьезные проблемы, вот если они серьезные, то тут желательно все-таки пойти к врачу и посмотреть. И мудрость в том, чтобы отделить одно от другого. Потому что с какими-то болезнями, ну, например, многие болезни проходят сами по себе, но, например, тот же кариес сам по себе не вылечится. И с некоторыми психическими заболеваниями та же история. Поэтому здесь, мне кажется, нужно проявлять некую тонкость и понимать, ну, тоже вот по поводу психотерапии. Например, с такими же проблемами, с которыми в западных странах все идут к психотерапевту, наши люди идут в баню с друзьями. Я прошу прощения, в магазин. Наши люди идут в магазин. Ну, или в магазин, да, конечно, Миша. Ну, кто как, да, у кого есть друзья к друзьям, у кого-то есть магазин. Да, конечно, это зависит от каких-то уже национальных черт. И какие-то психологические проблемы мы привыкли решать сами. Хотя где-то привыкли идти к профессионалам. Это и у нас еще далеко люди не привыкли с теми же психологическими проблемами. Ходить к профессионалам это и дорого, и стыдно, неудобно. И как же я такой крутой, кому-то пойду и признаюсь, что мне еще как-то плохо. Особенно люди старшего возраста, они вообще это не любят. Что же касается, еще пару слов скажу к словам Дмитрия по поводу сердечно-сосудистых выливаний. Кто среди нас, Дмитрий, я прошу прощения? Владимир, да, прошу прощения. Владимир, да. Что даже наши бабушки, когда они лечились от болезней в сердце волокордином и корвалолом, если посмотреть, что такое волокордин и корвалол, это что? Это все наборобиталы, это ужасно. Конечно, конечно. То есть зависимость, деменция. Конечно, конечно. Поэтому мы можем понимать, что даже наши бабушки были не чужды использования, в общем, таких успокоительных на самом деле средств в лечении совершенно соматических проблем. Поэтому вот возвращаясь к вопросу, самолечение хорошо, когда оно не вредит человеку, а только помогает. Может, это странный ответ, но он соответствует... Хорошо, Елена, у меня все-таки последний уточняющий вопрос. Осознанное самолечение допустимо в плане психосоматики или нет? Люди всегда так делают. Значит, допустимо все так делают. Все так делают? Окей, принято. Все так делают. Владимир, что вы думаете по этому поводу? Насчет самолечения я хотел бы сказать следующее. Вообще, на самом деле, только человеку самому решать, что делать с его телом, с его личностью, и он выбирает сам свой путь движения по жизни в целом. На каком-то этапе, если он чувствует, что у него достаточно знаний, компетенций, навыков, понимания, осознанности и воли, взятельности и ответственности это сделать, он делает в рамках самолечения. И здесь очень разные страны есть. Есть страны, где традиционно к этому больше внимания, самолечения, доверия самому себе, что-то почитал, сам принял решение, сделал. Есть где-то меньше. Вот Китайская народная республика, откуда у нас очень много студентов в университете, у них очень распространено, конечно, советоваться с представителями традиционной китайской медицины. Многие сами практикуют это поколениями в семье. У нас есть определенное недоверие после длительного периода, такой патерналистского подхода, когда врач сказал, а пациент делает. Очень трудное взаимоотношение с врачами у многих и большое количество недоверия. А последние определенные социальные кризисы, и тем более период пандемии COVID-19, он тоже на это повлиял достаточно значимо. Есть страны, где любая проблема должна быть решена специалистом, и там обязательно записаться на прием к врачу, пусть и даже три месяца этого ждать. И тут очень важно посмотреть, какими способами и методами. Конечно, назначение препаратов, входящих в государственный лекарственный регистр лекарственных средств Минздрава, фармакопею с рецептурным отпуском, с трудным, сложным механизмом действия, где надо рассчитывать лекарственную совместимость одного с другим, где есть риски конфликтов химических в области действия лекарств, это называется фармакокинетический или фармакодинамический конфликт. Конечно, здесь есть нюансы и трудности. И с другой стороны, есть понимание, что у пациента может быть какой-то опыт личного использования каких-то препаратов, он знает, что это помогает и так далее. Поэтому, конечно, определяет это все сам пациент. Но я по меньшей мере хотел бы сказать, что решение должно быть максимально осознанное, с максимальной ответственностью, чтобы потом и последствия этого решения не причиняли кучу неудобств и проблем. Ну а какие средства выбрать? Есть большой пул препаратов, которые, как лекарственное средство, безрецептурные, и они иногда даже самостоятельно рекомендуются производителями для самостоятельного покупки пациента, первого приема, а если не помогает, дальше к врачу. Есть огромное количество лекарственных методов лечения в области, соответственно, фитотерапии, где можно пробовать назначать эти препараты, там те же уросептики при хроническом цистите, рецидивирующем цистите, это прекрасная группа препаратов, имеющие определенный уровень доказательностей и прекрасно справляющихся проблем. Меня очень впечатлила как-то раз статья в журнале «Успехи медицинской микологии» от начала 2000-х годов. Она с таким была революционным названием, она есть в нашей научно-метрической базе данных Е-Лайберрии «Фунготерапия – основа медицины 21 века». И обсуждая вот это, я понимаю, что многие препараты эти из области фунготерапии зарегистрированы как пищевые добавки, а рынок пищевых добавок – это сплошное самоназначение, как правило, редко, большинство, кто их назначает, сам себе назначает, без совета с профильными специалистами, здесь есть, конечно, нюансы. В целом, наша сегодняшняя встреча, она во многом и для того, чтобы заниматься просвещением и чтобы самолечение было более осознанным. Но я всегда ратую за то, чтобы пациент чувствовал, насколько критична ситуация, насколько он справляется или нет, насколько он отдает себе отчет в том, что происходит, и всегда, не лишний раз, всегда спросить. И я всегда стою на позиции второго мнения, обязательно, чтобы это было не одно мнение одного врача, а даже внутри медицины общепринятой, конвенциональной, это было мнение минимум двух специалистов, и я всегда за мультидисциплинарный подход. У меня в практике регулярно встречаются ситуации, когда ко мне как терапевту приходит пациент, и мы ставим диагноз, я говорю, пожалуйста, вот телефон коллег, это такие-то методы лечения, перепроверьте диагноз, спросите альтернативу. Я вас очень прошу, вот психотерапевт, у него можно получить, или у меня, или у него, можно получить дополняющее лечение с помощью психотерапии. Вот, пожалуйста, современная наука и медицина с определенным уровнем доказательств, может вам предложить дополнительно. Такие-то, соответственно, фунготерапевтические по старому, по нынешнему названию, это, соответственно, микрофармакологические методы, или лекарственные растения, такие-то вы можете использовать, можете использовать такие-то типа массажа, такой-то уровень физической нагрузки, и, конечно, я говорю о том, что вот в области этого, пожалуйста, идите к специалистам, которые именуются фунготерапевтами. В области этих нелекарственных методов лечения идите там к фитотерапевтам и так далее, и так далее, и так далее. И мне кажется, такой подход эклектический, подход мультидисциплинарный, он наиболее выигрышный с точки зрения того, чтобы не промахнуться и не навредить. Не всем доступно, но вполне идеальный вариант. Владимир, это прекрасная идеальная ситуация, но мы понимаем, что 90% людей, они не настолько одухотворены собственным самоосознанием, чтобы действительно действовать в этой парадигме. Потому что уверен, что подавляющее большинство просто слышало в своей социальной середе, друзей, знакомых, что вот, ребята, это классная вещь, или такому-то помогло, и они просто идут за этим следом. Если это лекарство в аптеке, значит, лекарство в аптеке. А если это микрофармакологический препарат, то, соответственно, они снова ничего не устроят, фунготерапевты, да, они пойдут и купят. Но это нехорошо и неплохо, так устроено человеческое общество, так устроено человеческое сознание, но действительно в чем... То есть вы правы во всем, но особенно вы правы, Владимир, в том, что с этим действительно надо работать. И надо внести в народные массы знания, надо образовывать людей. И совершеннейший идеал, вот вершина пьедестала, настоящее достижение будет, когда люди по-настоящему поймут, что их дух, да, их тело, это их собственность, и они не вверяют его государству, врачам, да, а делают с ним что-то осознанно, то, чего они сами хотят, я знаю, что же там, тройную тавтологию, да, от этого добиться, получить. Ну вот это прямо-таки идеальный идеал. Елена, да, что еще? И давайте после этого уже перейдем к практическому... Да, я хочу чуть-чуть вернуть. Во-первых, действительно нужно понимать, что у нас люди по совету друзей принимают не только альтернативные какие-то, но и потому что бабушки говорят, вот, а Вале помогло, значит, я тоже это приму, говорит какая-то теть Маша. Вот назначьте мне то, что вот у Вали, оно у меня работает, поэтому вот я тоже это хочу. И это такое тоже очень частотное. Есть такая проблема в плане медицины, когда мы говорим, посоветуйтесь с врачом. К сожалению, сейчас, так как очень быстро все развивается, есть интернет, очень многие люди, приходящие к врачам, бесят врачей тем, что они прочитывают весь интернет. Частично они знают больше врачей, частично они знают совсем другое, чем врачи. У врачей есть свои протоколы, которые есть. А мы знаем, что, например, в разных странах протоколы лечения ангина могут различаться с точностью наоборот. Например, у нас горло греют, в Испании дают мороженое, в Америке, значит, при боли в ушах, как вот антибиотики у нас греют, да. То есть совершенно разные могут быть подходы. И врачи, к сожалению, часто, если к ним приходят люди с новободными вещами, типа той же фунготерапии, фитотерапии, они говорят, ну, это все ерунда, лучше это все не надо, это все непонятно что. И найти врача, который настолько уже прошарен, извините, за такой жорганизм, как и современный молодой человек, довольно трудно, потому что в среднем врач, он уже отучился, у него аспиратурная интернатура, ему там 30+, а может быть и 50+. И что он вообще слышал? У него, скорее всего, его университетское образование закончилось лет 20 назад. Вот у нас есть Владимир, яркий пример молодого. Ну, это редкий алмаз. А на самом деле эти люди могли лечиться, когда еще была синтемицинная эмульсия, горчичники, да. И когда мы приходим к нему с новомодными вещами, этот врач может говорить, ой-ой, что это такое, нет, лучше мы вот как мы привыкли. И многие врачи действительно пользуют по старинке, и люди, которые к ним приходят, вот я иду к врачу, Миша знает, да, что я, когда иду к врачу, я изучаю ситуацию настолько, насколько могу, и потом я как этот, да, вот, наверное, это бесит врачей, но понимаю достаточно много, потому что я отношусь к телу действительно как к моей собственности, а не собственности врача. И вот эта вот ответственность, она и желание контроля даже мешает иногда себя в руки врача отдать в полной мере. Поэтому я полностью с Мишей согласна, но найти врача, который нормально проконсультирует в новой сфере достаточно сложно. Ну да, так или иначе, ну, спасибо вам, друзья мои, все так, мы по-прежнему пока еще остаемся в области, кто виноват, и поэтому я предлагаю потихонечку мигрировать в область все-таки, что делать. И у Елены, и у Владимира есть богатая, несомненно, практика в работе с психосоматическими заболеваниями. Ну, все понятно, да, нервно-гормональная иммунная система, то, что Владимир обозначил, это абсолютно. Стрессы внешние, стрессы внутренние. Я сейчас говорю именно о психологических стрессах, да. Стрессы, вызванные внешней средой, стрессы, вызванные внутренними переживаниями. Все это в комплексе на нас взаимодействует, и между тем есть огромное число статей, тысячи, которые показывают существенное явное влияние многих лекарственных грибов, да, я буду называть эти своими именами. В нашей современной, в российской литературе сейчас, к сожалению, принят термин так называемые лекарственные грибы. И так называемые еще пишутся нормально, да, лекарственные грибы заключаются в кавычке. Ну, бог с ним, пусть, да, каждый борется со слухой по-своему, наше дело правое, мы победим. Так вот, и влияние на нервную, и на гормональную, и на иммунную систему, на нервную и иммунную в первую очередь, с гормональной там есть, конечно, много вопросов, но, по крайней мере, какой-нибудь там майтаке, да, и его взаимодействие на гормональную систему как минимум женского организма показано во многих работах уже не только азиатскими специалистами, но и европейскими тоже. Я бы попросил вас, взяв какие-то самые яркие примеры каких-то психосоматических заболеваний, показать, рассказать, а что было, да, использовались ли, ну, в случае Владимира, да, использовались им грибы, в случае Лены понятно, что они использовались. И как-то это описать. Вот давайте завяжем диалог, да, на трилог на эту тему, и дальше посмотрим, во что это вылится. Кто бы из вас хотел начать первым? Видимо, Елена. Владимир показывает на Елену, или да? Ну, я как зеркало. Я не поняла, поднятая это рука или протянутая, да. Значит, смотрите, я бы еще хотела сказать про проблематику в этой связи, потому что грибы, к сожалению или к счастью, они не являются чистым химическим веществом. Поэтому, когда мы назначаем грибы, даже психотерапевтические грибы, которые имеют антидепрессантные свойства, антипсихотические свойства, в этих же грибах также содержатся и антибиотические, и противовоспалительные разные. Ну, вот как, если мы возьмем красный макомор, он и антидепрессант, и противовоспалительный гриб, и, значит, у него есть антибиотик, поэтому здесь и тоже касается рейши, у него есть достаточно широкий спектр активности, тоже касается ежовика грибенчатого, у которого также есть антидепрессантная активность. То есть, говоря про грибы, мы не можем точно сказать, что именно антидепрессантная их активность, она все решила. Поэтому здесь нужно сразу сказать, что мы так думаем, так считаем, хотя здесь по-хорошему, конечно, надо бы еще поиграть с чистыми веществами, посмотреть, как там будет, но мы можем предполагать, что антидепрессантные свойства были важны в решении каких-то проблем. Вот я бы это хотела сказать, потому что чистого эксперимента мы, когда мы занимаемся как раз фитотерапией и фунготерапией, мы не можем взять одно вещество и вот это все доказывать. Вот, плюс, если говорить про фитотерапию и фунготерапию, там есть достаточно большой индивидуальный такой вот спектр ответов. Многие грибы, они достаточно по-разному воздействуют на разных людей. Тоже, кстати, про антибиотики, даже антибиотики мы должны подбирать. И даже не всякий антибиотик, не у каждого человека с каждой болезнью справляется. Все мы это знаем, что есть подвор. Но с грибами тоже один и тот же гриб, назначенный разным людям, может работать чуть-чуть по-своему. Я прошу, не сможет, я перебью, потому что мы сейчас чуть-чуть отходим в сторону. Но на самом деле очень важно затронуть тематики. Действительно, каждый гриб – это огромный комплекс свойств. И невозможно и неправильно подавать там вот мукомор, это антидепрессант, да, решение спокойствия, да, как сейчас. Веселка там – это борьба с эректильной дисфункцией, не знаю, трометоз – это иммунотерапия, да, и так далее. Нет, это, конечно, неверно. Почему это происходит, это совершенно понятно. Да, это рекламная стратегия продавцов, производителей. Это работа на, я извиняюсь, этих интернетовских роботах, да, потому что когда прописывается маркетинг и рекламная стратегия, и туда проще всего упихать одно свойство, дальше на него давить, продвигать. И вот таким образом теперь весь Запад знает, что рейши из калму. Да, все, рейши – это спокойствие и до свидания. А то, что оно еще умеет сто тысяч всякого разного, это уже как бы мало кого волнует. Вот. Более того, Елена, еще больше Елена права в том, и сейчас я уже передам слово Владимиру, что, да, это всегда комплекс. Между тем, вот когда мы с Леной, когда мы были в Израиле, ну, весной, да, там, в начале, и мы были в лаборатории, где именно в плане доказательной медицины люди начинают работать не с одним веществом, да, не с молекулой, а с всем выделенным комплексом, да. Там грубый экстракт, то, что называется, он чистится от совсем там страшной биологии, ошметков и хитина, и дальше все вещества, достаточно высокомолекулярные, оцениваются в комплексе, да, и с ними точно так же можно вести доказательные исследования, если, значит, работая со всем комплексом сразу и получая такие же данные, и анализируют, и так далее. Более того, то, что продается среди грибов как бы моновещество, так называемые полисахаридные экстракты, да, то, чем грешат китайцы больше всех, ну, сейчас это уже делают и индусы, и бразильцы, и скоро пакистанцы, наверное, начнут делать, и у нас, между прочим, начинается производство полисахаридных грибов. Но что такое полисахариды грибные, да, если это преимущественно бета-деглюканы, то они обладают как минимум сразу четырьмя базовыми свойствами, это противораковая, иммуномодулирующая, да, антиоксидантная и противовоспалительная активности. Вот сразу какой спектр, а всего-навсего там какие-то полисахариды. Поэтому, да, грибы – это всегда комплекс, это всегда невозможность с точностью сказать, как данный гриб подействует на данного там человека, пациента, и так далее. Ну, да, это проблема, но на самом деле это не проблема. Это надо просто принять как базу, и дальше с этой базой осознанно работать. Владимир. Я бы хотел дополнить, сказать, что для меня вообще появление в поле моего научной деятельности, практической деятельности, различных лекарственных методов лечения и различных дополняющих методов лечения, оно произошло вот так вот резко. Я в определенный момент на приемах стал видеть пациентов, которые приходят и говорят, я использую вот этот БАД или эту пищевую добавку. И я просто, как человек, интересующийся новыми вещами, интересующийся реальной практикой, я это не отметал, а я просто сел за статьей и начал смотреть, какие где есть биофлавоноиды, какие есть по ним исследования, какие есть полисахариды, что такое вообще фунготерапия, микрофармацевтика, как она развивается. Я связался с своими коллегами, которые в разных странах мира, тоже со мной вместе учились на факультете ферментальной медицины, в первом медицинском университете. Я начал узнавать у фармкомпаний, с которыми я сотрудничаю, о том, что оказывается, последние лет 10 определенный кризис наблюдает с точки зрения поиска новых мишеней, воздействия новых химических молекул. Уходит большая фармацевтическая промышленность в синтез моноклональных антител против определенных рецепторов. Они дороги очень и в производстве, и в потом продаже. Соответственно, они начали разворачиваться в сторону поиска фитропевтического сырья какого-то нового, переоткрывать какие-то растительные компоненты. И в том числе по грибам, и по их биофлавоноидам, бета-гликанам, различным вариантам лекарственно-активных веществ идет большая работа. И для меня это было определенным новостью, определенным шоком, как для исследователей и как для врача, которым об этом в классическом курсе медицины и фармакологии в университете мало говорили. Когда я занялся психосоматикой, я увидел, что очень большое количество пациентов, особенно после начала пандемии COVID-19, приходят на прием и говорят, а вот это что вы думаете по поводу этого? А вот это вот мусцимол, содержащий препараты красного мухомора или другие какие-то вещи? Я понял, что нельзя упускать этот момент из исследования, надо смотреть, что это может дать. И в частности, я хочу сказать, что те же мои коллеги, которые работают в Швейцарии, в лабораториях, связанных с фармацевтическим бизнесом, они просто говорят о том, что они реально смотрят и исследуют возможности использования того же трометоса в онкологии для улучшения качества переносимости химиотерапии, добавления к химиотерапевтическим процессам. Используются различные варианты стимуляции нейрогенеза, там ядровый гребенчатый сейчас вообще на пике нейронаук находится, ну и так далее, и так далее. Я понял, что просто нельзя это оставлять без внимания, это надо изучать. А огромное количество статей, которые показали качественно эффект на воздействие на разные рецепторы, меня привело к тому, что это надо использовать как дополняющий метод лечения, как один из вариантов помощи пациенту при разных, в том числе, психосоматических заболеваниях. И здесь я хочу сказать, что известно, что очень большое количество психосоматических заболеваний, тревожное расстройство, например, одно из таких ярких, самый частый повод для обращения – это тревожное расстройство из области на перекрестке психологии, психиатрии, соматики. И известны статьи, вот есть исследования в разных нейробиологических журналах, потому что тревожное расстройство – это может быть предвестником гипертонии, например. Или астма, и тревожное расстройство взаимно друг друга отягощают. Есть исследование, очень интересный метанализ 2021 года, который говорит о том, что усиление симптомов связано с усилением тревоги. Ну и можем говорить вплоть до того, что тревожное расстройство и рак имеют определенную связь. Есть серьезный метанализ 2019 года. Я постараюсь попросить организаторов трансляции дать ссылки на исследования, которые предоставим, чтобы люди видели, что это все доказано и есть. И есть исследования по мишеням ковида и глиальной ткани и так далее. И пациенты с этими проблемами на прием ко мне, к моим коллегам, стали приходить с разными биологически активными добавками, говорить, а вот это вот, как вы к этому относитесь? А вот это что, по этому поводу, университетские структуры ваши знают и так далее. И мы начали с коллегами просто это исследовать, смотреть, увидели, что есть и контролируемые исследования, и контрольные группы есть по исследованиям. И даже начали некоторые пациенты отслеживать. И вот у меня есть пример пациентов, которые имели очень серьезные проблемы после перенесенного ковид-19, так называемый постковидный синдром. На память приходит курящая женщина 40 лет, в которой с помощью терапии достигнуты целевые значения холестерина. Она контролирует уровень бронхоабструкции препаратом. Она перенесла ковид, но видно, где тонко, там и рвется. И у нее определенные сосудистые проблемы, проблемы с легкими, вышли на первый план. И она в качестве дополняющих методов лечения стала использовать препараты, которые улучшали концентрацию внимания, помогали ей с памятью, и которые уменьшали уровень тревоги, который у нее был практически на уровне. Вот еще чуть-чуть это будет генерализованное тревожное расстройство. А фармакологическая переносимость и сочетание с антидепрессантами у нее была специфическая. И долго ей подбирали эти препараты. Она в качестве дополнения к этому решила попробовать и растительные, и грибные методы лечения. И вот у нее очень эффективное было наблюдение, мое наблюдение было очень хорошим, серьезным эффектом препарата с АДН, который и с одной стороны помогал концентрации внимания, это препарат, который и ежовик гребенчатый содержит, и красный мухомор, там и чага есть определенные элементы в плане сосудистой, проницаемость сосудистой стенки, питание тоже имеет хороший эффект. И она еще использовала курс микродозинга. И я был очень удивлен этому. Я не имел права назначать, консультируя ее в стационаре и в отделении, такие биологические добавки по внутренним правилам университета и больницы, но я был очень удивлен, как это помогло продвинуть ей лечение вперед. Да, это определенные единичные наблюдения, но эти единичные наблюдения заставили меня не отметать это, а обратить на это внимание и сопоставить клиническую практику, имеющуюся доказательные исследования в интернете, и те принципы терапии, которые пациенты используют в качестве назначения этих пищевых добавок. Есть несколько наблюдений. Гамкорецепторы вообще очень важны в психосоматике. Они же связаны с успокоением, спокойствием, нормализацией ритма, влиянием на сон. А препараты, которые воздействуют длительно на гамкорецепторы, химические, синтезированные, неприродные, они очень часто вызывают нарушение структуры сна, зависимости и прочие вещи. Очень странно, почему тот же красный мукомор, например, в исследованиях такого прям не показывает. Отрицательное воздействие гораздо мягче действует. Да, эффект более мягкий, требует определенно больше времени, но вот снятие избыточного возбуждения, импульсивность, тревожности очень хорошо дает. Я увидел, что многие пациенты, которые обращаются с инсомнией, то, что по-русски называется бессонница, с другими проявлениями и масками тревожного расстройства, они сами себе назначают эти вещи, увидят от этого эффект. И я понял, что на это надо обратить большое пристальное внимание. И так я стал изучать возможность использования дополнительных методов лечения в области психосоматики. И коллеги, и мои друзья многие начали обращать на это пристальное внимание и видят ряд эффектов. Ну, полнаблюдение пациентов, которые есть на сегодняшний день, на мае 23-го года, которые получают такое вот лечение этими дополняющими методами, но это уже больше 100 человек. И разные, хорошие, где-то больше, где-то меньше эффект видно, и мы стараемся комбинировать разные методы, видя в этом большую перспективу. Ну, спасибо за такое ценное наблюдение. С большим удовольствием хочу уточнить, что Владимир говорит о препаратах нашей грибной аптеки. Это HDHD-микро, в составе которого содержится красный мухомор и ежовик. Скоро он выйдет в более русифицированном названии СДВГ-микро. И микродозинг, это редмикродозинг красного мухомора, подготовленный по нашей специальной методике. Да, пока что мы в основном можем говорить о такой практике, как об эмпирической, большого количества работ. То есть не то, что большого, а какого бы то ни было количества работ с хорошей доказательной базой, с нормальным протоколом, дизайном исследования. Математической доказательной базы очень мало. Вот у меня все продолжают спрашивать, а что с нашим тульским экспериментом? Я Владимиру сбрасывал, кстати говоря, данные по его поводу. В чем там был? Плацебоконтроль был? Это было двойное. Да, Владимир, совершенно верно. Это было двойное, слепое, рандомизированное плацебоконтролируемое исследование. Но, к сожалению, мы довели его до конца, но не довели до публикации. Это произошло по независимой от нас причинам. Ну, Владимир знаком, и если он захочет пару слов об этом сказать, я был только рад, и если похвалит он, и если поругает. Но в любом случае хорошо то, что сейчас воздействие психотерапевтическое грибов, именно грибов, начинает активно исследоваться во многих лабораториях мира. Да, сейчас в основном это исследования лабораторные. Но те же, допустим, плацебиновые грибы уже дошли в миле, не у нас, к сожалению, в миле, до третьей стадии испытаний. Сейчас начнутся финальные исследования. И, как мне рассказали коллеги западные, через 3, максимум 4 года, просто в аптеках мира, можно будет зайти и приобрести препарат, созданный на основе действующих веществ плацебиновых грибов, как раз в первую очередь с антидепрессантной направленностью, с направленностью против тревожного расстройства разной степени тяжести, да, и так далее, и так далее. То есть процесс идет, и мы в самом обозримом будущем застанем какие-то его новые плоды. Елена, вы что хотели? Да, я хотела тоже про конкретику некоторую рассказать. Значит, если говорить про случаи, которых достаточно много, я хочу обратить внимание именно на расстройство пищевого поведения, они достаточно неплохо корректируются тоже красным мухомором, именно снятие стресса. Таких случаев уже там ни один, ни два, достаточно много. У нас также есть там препарат снижения веса, но здесь я именно буду говорить про красный мухомор, который помогает именно вот этот синдром заедания стресса снять. Вот у нас есть… Компульсивное переедание последнее время. Компульсивное переедание. Спасибо, спасибо, да. Вот у нас есть наши клиентки, которые именно страдали от такого переедания, но после того, как они стали принимать микродозин красного мухомора, у них снизилась тяга к сладкому, а тяга к сладкому, она как раз очень сильно зависит от стресса, потому что сладкое – это воздействует сахар на мозг, это некое удовольствие, и люди таким образом снимают у себя стресс, поедая какую-то сладкую пищу в достаточно больших количествах. И вот красный мухомор в достаточно большом количестве случаев, он помогает снять от стресса и снизить как раз вес у пациенток, снизить уровень сахара и, соответственно, продохранить их в дальнейшем от каких-то худших вещей – гипертонии и метаболического синдрома. И таких случаев много. В плане редких случаев интересных у меня было два случая, когда у людей было психогенное бесплодие, которое непонятно почему случается. Когда муж здоров, жена здоров или партнеры здоровы, уж я даже не знаю, были ли они в браке, но люди достаточно много пытались как-то эту проблему решить, но не решали. И бывает, что когда вот это все не происходит, люди себя накручивают, нервничают, а высокий уровень стресса, он как раз подавляет нормальную работу репродуктивной системы женщины. И там как раз на приеме красного мухомора вот эта вот проблема решалась, и мы уже дальше думали, как бы этот прием побыстрее свернуть, потому что мы обычно не рекомендуем при беременности красный мухомор, и вот так получалось, что нужно было быстро как-то это прекратить. Вот такие случаи тоже были, они нас очень порадовали. Также были случаи решения проблемы с мастопатией, поскольку мастопатия, она как раз тоже стрессогенная, это как раз та проблема, которая часто возникает. Мы пойдем в сторону мистической психосоматики, вот обиды как раз, если люди злятся, злятся на своего партнера, если что-то там не так с качеством секса, часто у женщин возникает мастопатия. Вот, и на красном мухоморе человек расслабляется, видимо, там какие-то спазмы снимаются, уж я не знаю, что там происходит, но были случаи, когда мастопатия у женщин тоже расстасывалась, так сказать, и мастопатия, они могут приводить и к более серьезным проблемам в дальнейшем, поэтому это тоже нас очень порадовало. Еще были случаи улучшения ситуации с проблемами щитовидной железы, именно гиперфункцией щитовидки, которая сама по себе, она вызывает ухудшение работы нервной системы, вот эта положительная обратная связь, нервы, больше работает щитовидка, больше нервов, больше работает щитовидка. Вот гиперфункция щитовидной железы тоже на микродосинге красного мухомора, она серьезно корректировалась. Вот, соответственно, там был вопрос об операции, она вот сейчас отложена, человек может пока жить так, без операции на щитовидку. Это вот те случаи, которые у нас были в последнее время, и я как раз вот хочу сказать про те эффекты, которые, скорее всего, были от антидепрессантных свойств красного мухомора. Также были кейсы... Я хочу немножечко разбавить, очень интересно, мне понравилось про компульсивное пищевое поведение, да, снятие... А я думаю, тебе понравится про самопроизвольное беременность или еще нет? Нет, ну как вы относитесь к женщинам, да, я к ним не отношусь, поэтому я не опасаюсь самопроизвольной беременности никаким образом. Мне сразу вспоминается случай, я очень кратко скажу, как-то раз вот пришла пациентка, значит, из серьезной достаточно соматической патологии, и мы ее, в общем, силами нашего отделения и коллег скомпенсировали, и она с успехом забеременела. Не могла этого сделать до этого. И после этого некоторые ее знакомые подруги начали звонить нам в отделение, когда мужской голос ординатора для врача брал трубку и говорил, да, слушаю вас, вы помогли очень хорошо забеременеть нашей подруге, пожалуйста, можно к вам приехать на прием, помогите нам тоже забеременеть. Конечно, это вызывало большой некий смех. Да, прекрасно. Действительно самопроизвольное. Да, да, да. Да, ну дальше уже снятие венца безбрачия, да, и все прочие дела, но между тем, вот сладкое, да. Сладкое. Красный мухомор, да, изменение поведения. Чем интересен случай? Здесь грибы борются с грибами, да, если копнуть глубже. Что такое желание организма увеличивать потребление сладкого, сахаросодержащих продуктов? Это говорит, в первую очередь, о дисбалансе внутренней флоры, да, бактериальной и грибковой. И это говорит о том, что дрожжи, в первую очередь, там, факультативно-патогенные, да, и прочие, там, я не говорю про кандиду, начинают получать преимущество, захватывают ведущую роль в огромном симбиотном комплексе, который именуется человек, да, и поскольку дрожжи потребители сахара, да, то они, в том числе и на гормональном уровне, начинают регулировать наше поведение так, что мы все больше и больше закидываем в себя сахар, тем больше становится дрожжей, тем больше снова сахара они просят. И это самый разгоняющийся процесс, который, замечательно, что можно остановить красным мухомором, но это прямо вот война грибов, да, на новый современный медицинский лад. Это очень интересно само по себе. Да, Владимир. Я еще хочу дополнить, что сейчас проводятся действительно большие исследования гастроэнтерологическими ассоциациями по методике пересадки микробиоты от пациентов, которые очень худые, пациентам, которые очень тучные, имеют ожирение, и это рассматривается как перспективный метод лечения. Просто пересадка микробиоты, да, совершенно замена микрофлоры в кишке, будет менять гормональную пищевую ось, и пациент просто вот из-за микробиота может начинать худеть. Есть исследования очень серьезные, это за этим большая перспектива. И мне кажется, что это вот впрямую дополняет то, что сказал Михаил. И второй момент, который я очень хотел сказать, это желудочно-кишечный тракт, это непосредственный дополнительный серьезный механизм, имеет связанность с серотонином. И очень большое количество серотонина еще и вырабатывает в желудочно-кишечном тракте, поэтому пищевое поведение, компульсивное переедание, нарушение пищевого поведения может быть как механизм адаптации к стрессу. И, по сути дела, это не является патологией в прямом смысле, а это так дезадаптивно пациент справляется со стрессом, его полностью не осознавая, не зная, как по-другому себя вести. И вот сочетание препаратов, которые воздействуют на гаммкорецепторы или там пищевой добавки мусцимол, содержащих грибов, может давать хороший эффект с точки зрения сопровождения психотерапии, изменения пищевого поведения и выхода вот из этого порочного круга, о котором Елена говорила. Так что со всех сторон есть исследования, все направления медицины об этом говорят. Ну, замечательно. Недаром древние в том числе сказали, что человек есть то, что он ест. Да, это тоже вот все суда. Елена, как насчет посттравматического расстройства, синдрома? Вот это для меня очень интересно. Я объясню, почему я... Наши зрители могут удивиться, а чего это? Я спрашиваю у Лены, чего там у нас в плане пациентов, кейсов, случаев и прочего. Это неудивительно, потому что Лена сейчас уже у нас реальный практик. Я совершенно, ну, практически полностью ушел в теорию. Моя задача – это аналитика, общение со специалистами, зарубежными коллегами. Я большую часть времени провожу за тем, что исследую профильную литературу, свой микрометаанализ совершаю, если можно использовать такое аксиумо-аронистическое сочетание. И поэтому я, как обычно, последнее все узнаю, а что у нас происходит в плане непосредственного отклика со стороны пациентов. И вот сейчас у меня в том числе прекрасная возможность спросить у Лены, а что у нас там с тем-то, тем-то и тем-то. Так вот, как очень серьезный случай психосоматического расстройства, в моем понимании, если я правильно трактую терминологию, вот, да, пожалуйста, если есть что-то у нас в плане… Ну, есть у нас посттравматический синдром, очень хорошие у нас есть кейсы, но мне кажется, это просто не тема этого беседы, потому что посттравматический синдром, мне кажется, поведенческое расстройство, да, это безусловно. В отдельную беседу, но поведенческое все-таки ближе к психологии. Мы же говорим о психосоматике, то есть как психика влияет на работу внутренних органов и систем. Мне кажется, посттравматика чуть-чуть другое, потому что тот кейс с посттравматическим расстройством… Тема интересная, у нас сейчас был очень интересный пациент, ему за 60 лет, мужчина, который воевал в горячих точках на протяжении достаточно большой части своей жизни. Сколько лет? Сколько лет? Ну, я не помню точно сколько, но много он воевал, ну, кадровый военный. Афганистан, получается? Мне кажется, начал в Афганистане, потом, по-моему, какая-то Африка была. Ну, интересно, так. Вот, я точно не знаю, но я не уверена, что они могут нас посвящать, где они там служили, но у него была очень серьезная проблематика, у него были сны, значит, травмирующие, да, он во сне вскакивал, начинал бить стены, начинал крушить мебель, начинал проявляться даже опасно для окружающих, поэтому он спал в отдельной комнате и часто даже привязанный ремнями к кровати. На него вышли, то есть на нас вышли его родственники, его сын предложил как раз сделать ему какой-то курс, потому что сын помоложе, он как раз был в курсе наших разработок, и мы как раз вот этому вот отцу посоветовали микродозин красного мухомора, значит, рассчитали длассировки, курсы. В общем-то, удивительный совершенно был эффект, то есть у него вот эти сны, вот эти вот совершенно ужасные проявления, они полностью ушли. А он знал? Он знал о том, что... Лена, извините, очень важно. Да, он знал, это не было исследования, нет, это не было какое-то... Нет, я не об этом, я не об этом. То есть это не то, что ему секретно подбрасывали там капсулы... Нет, 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 сын, да, сын просто ему рассказал, человек мне позвонил, сказал так-то так, вот я с ним непосредственно беседовала, то есть уже мы говорили с ним самим. То есть это не то, что ему подсыпали куда-то в еду, от него тайна. Вообще я большой противник подсыпания в еду красного мухомора. Я объясню почему, потому что хотя вот... А я хочу назначить бабушке, а бабушка против, я вот назначу бабушке, вот подсыплю красный мухомор, потому что у нее там депрессия, ей плохо. Я говорю, ну вот если бабушку узнает, что ты подсыпаешь красный мухомор, то трехкомнатные квартиры на работе тебе не видать, они тебя еще куда-нибудь подадут, да? Потому что бабушка страшно обидится, расстроится, и будет не очень хорошо. Поэтому я против того, что людям тайно что-то подсыпают, что угодно. Серый навозник, красный мухомор, это что угодно. Хоть плацебо, да, там, не знаю. Все нужно делать честно, явно, чтобы человек был в курсе, чтобы человек понимал, что он принимает, и только если человек полностью понимает, что он принимает, если это не исследование плацебо, тогда это можно назначать. Я против вот этих подсыпаний. В общем, он знал, что он принимает, но все равно это же сон, понимаете, это сон. Это сон. Если у человека сон, то все-таки, мне кажется, что тут больше антидепрессантное свойство. Это не то, что поведение вне сна. Хотя, может быть, и на сон может влиять психотерапия, и, может быть, его внутреннее мнение тоже что-то значит. Но, по крайней мере, здесь мы не можем сейчас взять второго такого же человека с такой же посттравматикой, и сравнить, как говорят, человек с университетским образованием и желанием эксперимента. Но, по крайней мере, такой кейс у нас был, кейс живой, человек там есть, отзыв от него там есть. Это было нам очень позитивно, хотя мы и раньше работали с посттравматикой, тоже у людей, служивших. Там с французским легионом мы работали, там с другими отдельными. А сейчас он продолжает прием? По-моему, нет, потому что это был, ну, как бы, бесплатный был прием. Мы ему просто что-то, значит, выписали, да. Длительное улучшение? Не знаю. Что? Длительно сохраняющиеся улучшения после этого. Да, да, да. Значит, у него было длительное улучшение. Я могу ему написать сейчас, вот узнать, как сейчас. Ну, вот, потому что у него контакты есть. Хорошо бы понаблюдать, конечно. Вот. И в таких случаях мы обычно рекомендуем поддерживающие курсы, поэтому мы с ним еще поработаем. То есть поддерживающие курсы два раза в год в таких случаях они показаны. Но все-таки человек был очень длелен, потому что у него вот эта штука была практически всю жизнь, по крайней мере, вторую половину. То есть жена его боялась, жена спала отдельно, а тут, я уж не знаю, спит ли она вместе, но, по крайней мере, проблематика была в значительной степени снята, и его кулаки были уже такие разбитые. А попытка обратиться к специалистам и попробовать лечить это расстройство другими способами, она была неуспешна, да? Не могу сказать, вот у меня нет этой информации, но я знаю, что по другим кейсам очень часто к фунготерапии, к альтернативной терапии, конечно, обращаются люди, разочарованные в традиционной терапии, которым не помогли в других местах. Вот такой у нас был кейс, тоже чуть-чуть не сюда, не с психосоматикой, у нас был человек с постковидной потерью потенции, вот, у которого... Это как раз психосоматика. Друзья мои, я уже вообще все заболевания и болезненные состояния, прошу прощения, начинаю считать психосоматикой. Ну, нет, но я не знаю, что у человека было, да, но у человека после ковида случилась какая-то большая проблема с потенцией, у человека был там 50 с чем-то лет, то есть еще не старый, очень активный, достаточно, ну, такой, не то чтобы состоятельный, но с деньгами человек, и он очень большое количество этих денег потратил совершенно в традиционной медицине. Это нам рассказал один из наших филиалов, который как раз человека уже пантерным мухомором восстановил в его функции. Для человека это было очень важно. Это был не красный мухомор, это был пантерный мухомор, но и мы знаем, что он хорошо здесь действует, действует, но мы не знали, что он действует при постковиде, вот при постковидных расстростах, но там был прям вот очень хороший эффект. Поэтому здесь что повлияло, повлияла ли психосоматика, повлияла ли это как на сосудистую систему, мы не знаем, мы просто знаем, что работает, как люди, которые просто работают с какими-то конкретными кейсами, мы даже не знаем механизмов, мы знаем просто эффект. Я бы хотел сказать, что механизмы-то во многом исследованы. Вот, например, если говорить про постковидный синдром, там выделяют очень большое количество психосоматических компонентов. И там действительно есть связь воспаления, которое сделал вирус SARS-CoV-2, воздействуя на глиальную ткань, например, на микроглию, меняя тонкие механизмы саморегуляции рецепторов и нейронов, уменьшая трофику определенную, вызывая микровоспаление внутренней выстилки сосудов, меняется выработка и регуляторная работа мозговой ткани. И это приводит к дисбалансу в том числе гамк-рецепторов, серотониновых рецепторов. Есть работа по распределению рецепторов АПФ, там и мишеней для вируса SARS-CoV-2. Мы можем там коллегам показать это все дело нашим слушателям. Есть риски ковид и психические расстройства, там это все показано в исследованиях. И как раз мусцимол и прочие препараты, действующие на гамк-рецепторы, могут улучшать трофику глиальной ткани, могут менять работу этих нейронов, которые имеют эти рецепторы. А гамк-рецепторы, они очень специфические. В психосоматике давно известно, что добавление гамк-рецепторов и при депрессивном синдроме, и при тревожном синдроме, и при различных аффективных расстройствах влияет опосредованно и на серотонин, и на дофамин. Потому что гамк-рецепторов видов очень много. Поэтому как... И это очень важно именно на них воздействовать. И по-видимому, вот мусцимол, как основной компонент воздействия на эти гамк-рецепторы, он дает такой ошеломительный эффект. Это интересно. Эти феномены нельзя науке отбрасывать. Их надо изучать. И вот действительно контролируемые испытания. Это то, к чему мы придем. И я уверен, что фармбизнес, он не будет проходить мимо такой молекулы важной. И, конечно, это все будет исследоваться. А сегодня это уже доступно в рамках комплементарной медицины. Это здорово. А насчет ПТСР я бы хотел маленький комментарий. Потому что это как бы часть моей работы, как терапевта, кардиолог, который видит тахикардии, бессонницы, которые маскируют проявление тревожного расстройства или посттравматического расстройства. И действительно, ПТСР – это психосоматическая болезнь. Во многом. Это расстройство психосоматическое на самом-то деле. Потому что ПТСР выделяется тревожный тип, а тревога проявляется нарушением сна, тахикардии, вегетативными симптомами. То есть психические проблемы, связанные с соматикой. Как раз чистый вариант психосоматики. ПТСР бывает астенический тип, такой более депрессивный, когда нет сил ни на что. И там гормональный дисбаланс, определенные дисфункции есть. Есть дисфорический тип ПТСР, когда меняется настроение, агрессивное поведение. Оно может при отсутствии контроля со стороны коры во сне больше проявляться. В обычной жизни социальный прессинг подавляет это проявление. Ну и есть самотофорный чистый тип ПТСР, когда сон более-менее, когда более-менее нормальное настроение, когда нет астенизации, а когда какие-то телесные проявления и болезненные симптомы есть. То есть дискомфорт и боль в груди, которые не объясняются прединфарктными состояниями, стенокардии, шемии и так далее. Там головные боли, хронические головные боли напряжения, которые как проявление ПТСР. Я уж не говорю про проблемы, связанные с желудочно-кишечным трактом. ПТСР иногда может проявляться симптомами кишечной диспепсии, которым можно даже поставить диагноз СРК. Это вопрос, каким термином назвать. Но то, что это психосоматика, это однозначно. И ПТСР крайне эффективно лечится с точки зрения как раз назначения группы препаратов, связанных с биоздиазепинами, с серотониновыми рецепторами. Это, конечно, когнитивно-поведенческая психотерапия. Это осознавание фактора стресса, вычленение тех триггеров, которые тянутся из прошлого. И здесь может быть очень эффективен мусцимол и препарат, который действует на гаммкорецепторе. Крайне эффективен. Поэтому здесь есть и исследования доказательные, и механизм понятен. И для меня, как для врача, как практикующего, и как психолога, в общем, понятно это. Это видно. Почему это может так быть? Другое дело, что очень всегда бы хотелось, чтобы какие бы болезни, какие бы психосоматические вещи пациент бы не пытался лечить, он не перекладывал ответственность на какую-то таблетку. Это важно. Потому что эффект будет от приема, да, и может быть даже продолжительный. Но очень высокая вероятность шанса обратно прийти к похожему проявлению этого болезни, если не перестроить свое поведение и осознанность. Владимир, спасибо за такой комментарий, в том числе и за то, что теперь мы не будем вырезать блок про ПТСР. Можно и слайды некоторые добавить про гаммкорецепторы. Да, нет, это прекрасно, да, гаммкорецепторы, да, с пятью локусами, куда там садятся бензодиазепины, куда там алкоголь садится, да, куда мустамол садится, да, этамол в смысле, да. Это все очень интересно. Мустамол действительно непростая в поведенческом, в смысле, в биохимическом, да, в поведенческом плане молекула. И сейчас, к счастью, за него в исследовательском плане за мустамол взялись очень серьезно, в том числе как и за противоэпилептический агент, да, как за молекулу, которая может быть эффективна даже при лекарственно некомпенсируемой эпилепсии. Это, по-моему, с 2019 года возобновлены такие исследования. Они когда-то были доведены до стадии 3, то есть когда еще можно было издеваться над приматами, да, то ли там шимпанзе, то ли гориллы уже участвовали в испытаниях. Это был где-то 2000 год, и потом вдруг как отрубило, куда-то пропали исследования. Видимо, случилась какая-то война фармы, и другая молекула победила. Ну вот, спустя 20 лет, несколько лет назад, снова эти исследования начаты, и они вызывают большой серьезный интерес. Мустамол, вещество с хорошей перспективой. Да, пожалуйста, кто из вас будет первым, решите. Я бы кратко хотел сказать для коллег. Очень многие коллеги ко мне подходят и с разных кафедр Сеченовского университета. Студенты, аспиранты, ординаторы говорят, а что это такое за развитие недоказанных, мракобесных методов лечения с точки зрения лекарственной, нелекарственной терапии, того и сего. Я говорю, медицина развивается, или как любая наука, с точки зрения феноменологии, смотрится феномен, изучается этот феномен, из него делается теория, и дальше идет вперед наука. Поэтому если что-то работает на каких-то феноменах, и вы это сегодня не можете как-то объяснить, необходимо наоборот это копать, а не отвергать. Это первое. А второе, что очень важно, это крайне важная история, это то, что современные механизмы развития болезней требуют поиска новых, дешевых, доступных лекарств. И разработка новых затруднительно очень, это дорого. Есть примеры прекрасных лекарств, там тот же колхицин, восхитительно работающий при аутоиммунных, аутооспалительных заболеваниях, это безвременник великолепный. Это чистый растительный препарат. Есть исследования, которые показывают влияние тех же каннабиоидов, запрещенных в России, но очень активно использующих по миру в качестве медицинского средства лечения паркинсонизма, например, или любых других состояний, многих других состояний. И медицинская наука мировая, и фармакология мировая, и Бигфарма в это идет. И это только вопрос времени, когда кажущиеся моим коллегам, многим пациентам, условно-мракобесные методы лечения станут официальными, общепринятыми, продаваемыми в аптеке или используемыми большими гигантами фармацевтического бизнеса. Поэтому задача наша просвещать и обращать на это внимание. Вот это вот я очень хотел пояснить для многих коллег, я знаю, которые будут смотреть наши трансляции, чтобы они вот знали мою позицию по этому вопросу. Не отвергать, а смотреть в будущее и смотреть и готовиться к эксперименту. Пеленый должен изучать, исследовать и ставить эксперимент. Совершенно верно. Вся наша современная медицина выросла из древнего травничества. И так или иначе, это совершенно нормально. Да, Елена. Я бы хотела в плане эпилепсии рассказать. У нас тоже есть несколько кейсов. Почему-то в основном они вне России получились. Нет, вернее, там два в России. В Узбекистане, в Казахстане у нас есть пациентка. И в Казани у нас пациентки с эпилепсией, которые достаточно хорошо отзываются о терапии микродозингом. Но там чуть-чуть увеличенное количество они употребляют. Но в принципе, хорошо работают. Достаточно тяжелые, депрессии, которые даже официальными лекарствами лечатся не очень. То есть там вот тот случай, когда люди к нам пошли, когда не нашли ответов, ну или не полностью нашли ответы в традиционной медицине. Уже к нам обратились от такой безысходности. В плане же воспаления нервной системы я хочу вспомнить классический эриксоновский случай, когда он лечил мальчика с тяжелой угревой сыпью на лице, наверное, Владимир помнит, что там был мальчик с угревой сыпью, который классик как раз психотерапевт Эриксон просто увез на две недели в отель в горах и сказал снять все зеркала. И мальчик со снятыми зеркалами за две недели полностью привел свое лицо в порядок. Это к тому, что то, что мы видим, то, что мы чувствуем, оно отражается на нас. Оно отражается на нас. И вот эти воспаления, они могут быть психогенными также. И здесь я говорю, что как раз воспалительные процессы в организме могут тоже иметь психологические причины. И как внешние воспаления, так и внутренние воспаления. Поэтому не нужно этого также обмытать. У меня вспоминается подобный случай, когда пациентка просто приехала отдохнуть совершенно случайно с серьезными аутоиммунными состояниями, с сахарным диабетом первого типа. Приехала пациентка на южный берег красивых тропических островов. Случайно. Это был как некий подарок судьбы для нее. И у нее случилась ремиссия, доказанная по уровню гликемии всех анализов и сахарного диабета. И ее аутоиммунное состояние значительно улучшилось. Поэтому я говорю, что практически в любом даже аутоиммунном заболевании можно вычленить психосоматические факторы. Другое дело, что вернувшись обратно, симптомы у нее вернулись. И это, в общем, заставляет подумать о том, как мы живем нашу жизнь и какая здесь осознанность, какая здесь когнитивная и поведенческая сторона, как она играет роль. Я бы хотела еще добавить, что не нужно считать, что только растительные и грибные антидепрессанты могут работать с психосоматикой, даже психотерапией. Я когда работаю с нашими клиентами, пациентами, я всегда говорю, что есть много вариантов действий, которые работают с психосоматикой, даже лучше. Те же прогулки, тот же массаж, те же солнечный свет тоже очень хорошо влияет на сон. Потому что, если мы говорим о кейсах, у меня тут был человек, который рассказал, что у него большие расстройства сна, высокий сахар, дожирение. Я с такими людьми говорю, слушай, а ты человек, мой дорогой, как живешь? Сколько ты гуляешь? Куда ты ходишь? Как ты двигаешься? Какая у тебя жизнь? Ну, я говорю, когда вы последний раз выходили, сколько гуляли? Как ваша жизнь в неделю, когда вы гуляли последний раз? Он говорил, я выходил назад, месяц назад я выходил ненадолго куда-то. Я говорю, ну, чего вы тогда хотите? И расписала ему, и на самом деле, даже практически я ему не прописала никаких препаратов. Я говорю, вы для начала вытащите себя за шиворот из-за компьютера и просто вот начните гулять, начните двигаться, начните как-то дышать, начните смотреть вверх и как-то вот поменять в свою жизнь. И очень часто это работает, ну, не хуже, по крайней мере, чем даже растительные грибные препараты. И вот изменение своей жизни, куда-то переезды часто людей вытаскивают из более неприятных вещей, чем метаболический синдром. Поэтому я почти всегда, если говорю, работаю с людьми с расстройствами сна, с нарушениями сна, с какими-то психологическими проблемами, также говорю про вот такие вот вещи, типа ЛФК, движения, природы, леса. Это тоже очень хорошо. Конечно, Елена, совершенно верно. А главное, очень дешево. Дешево. Если не про тропические острова говорить, а про наши леса, это еще и не очень дорого. И особенно это важно в возрасте, да, потому что любая новая информация, смена обстановки, она прекрасно влияет на когнитивную сферу, да, и это самый простой и недорогой, да, и безусловно эффективный способ поддерживать в том числе свою когнитивную сферу, да, если там чуть-чуть в психосоматику заглянуть, да, в более, так сказать, здоровом состоянии. Мне, знаете, что, друзья мои... Да, я хотел сказать очень кратко. Если мы посмотрим и гайдлайны, официально действующие, порядки помощи, утвержденные Минздравом, по большинству заболеваний, и в том числе психосоматических, мы увидим, что первый пункт в разделе рекомендованное лечение это не лекарственные методы лечения. Везде написано с высоким уровнем доказательности, модификация образа жизни, изменение поведенческой стратегии, увеличение физических нагрузок, коррекция диеты, вакцина-профилактика, проветривание воздуха, увлажнение и так далее, а уже потом, потому что не таблетка единой, так что уж неважно, пищевая добавка, комплементарные методы лечения или конвенционально общепринятая медицина, от этого мы не уйдем никогда, от изменения образа жизни. Ну да, и не зря возникло словосочетание аббревиатуры из трехгубов зожжа, поскольку это, в общем-то, тоже, безусловно, туда. Знаете, что меня расстраивает по всему ходу нашей беседы? То, что Елена с завидной регулярностью, а Владимир иногда иносказательно, так или иначе, употребляют слово безысходность. Вот, когда пациенту, так, человеку не помогает что-то из области официальной медицины, он перепробовал все на свете, вот только после этого он обращается к фитотерапии, микротерапии, да, и прочим видом, ну, назовем, пусть так, так людям еще понятнее, да, альтернативной медицины. Хотя, никому из нас не нравится этот термин. Вот с чем нам надо бороться. Это неправильно. Почему так? Если ты взрослый, осознанный человек и считаешь, что тебе лучше может помочь микротаму совершенно спокойно, совершенно нет необходимости, это вот классический сказочный сюжет, да, когда герой должен добраться куда-то до самого главного, он постепенно должен все возрастающие силы противника или все более сильных соперников постепенно одного за другим победить, и только когда он пройдет весь этот квест, он доберется до главного босса или там точки Б. Совершенно нет необходимости поступать так со своим здоровьем. Надо выйти из вот этого парадигма, что если вы не хотите идти к врачу, ну да, от этого сложно избавиться. Я сам сейчас чувствую в глубине души, что говорю что-то не то, да, почему? Это ведь на самом деле не так, я нормальные вещи говорю, но все мое воспитание, да, мне ушло убогу 50 лет, да, и все парадигмы и максимумы, которые в голову мне погружались, да, вся социальная следа, в которой я рос, она говорит о том, что если болеешь, должен пойти к врачу, врач должен назначить таблетку, а еще и с тех времен, да, 19-е и прежние века идет, что лекарство, оно хорошо работает, если оно горькое, да, это все тоже туда, да, вот если... Дорогое, горькое, труднодоставаемое, вот это вот все, на самом деле, в наше время, мы смело можем все это отбросить, не нужна никакая безусловность, если вы считаете, что вашему организму помогут растения, грибы, препараты животного происхождения, можно просто сразу с них начать и попробовать, в конце концов, не получится, ну да, скажете, я был неправ, давайте я тогда скажу к врачу, или сделаю еще что-то, мы все понимаем, что вот эта вот амбивалентность, она ужасна, да, вроде бы правильная надпись не является лекарством, да, или перед употреблением посоветуйтесь с врачом или специалистом, это воспринимается уже всеми как отписка, да, никто не относится к этому серьезно, а так не должно быть, да, человек должен осознанно понимать, что да, если вот он принимает такое-то решение, и при этом он не уверен полностью в своей базе знаний, да, он должен действительно сходить с специалистом, посоветоваться с врачом, да, или там что-нибудь почитать в конце концов, вот когда мы от этого всего избавимся, у нас прям будет все по-настоящему хорошо, да, Владимир? Это идеальная ситуация, но я хочу сказать здесь в защиту себя и коллег, что мы же связаны принципами и правилами существования, определенными законами, хотим мы или нет, это надо исполнять, и рисками пациента, это очень важно, рисками пациента и доказанностью. Если мы говорим в рамках психосоматики и использования дополняющих методов лечения, я не приемлю термин альтернативный, я против него борюсь, я считаю, что это комплементарное, дополняющее лечение, а не всегда альтернативное, и одно дополняет другое, это же очень важно. Апендоктомия, как хирургический метод лечения, он будет дополнять другие лекарственные и нелекарственные методы лечения. Там есть прекрасные нелекарственные методы лечения психосоматических расстройств, транскраниальная магнитная стимуляция, например, просто стимулирование определенных зон мозга магнитным полем, определенная свеча-печка тут такая находится, включается на несколько секунд, и это делается с интервалами, это показывает очень высокие эффекты, очень хороший эффект с точки зрения времени. Есть случаи остановки эпилепсии, например, когда пациент чувствует или мигрени с аурой, мигрени с аурой может быть приостановлена просто разглядом однократным магнитного поля, и такие приборы сейчас уже есть в западных странах. Я говорю о том, что, видите, и таблетками, и нетаблетками, и общепринятым лечением, и другими методами лечения мы можем проблему решать, но с другой стороны, врач, например, находится в состоянии, что если психосоматика, то высок риск, при некоторых расстройствах высок риск суицида. У пациента будет суицид, не дай бог, никому не желаю, а врач лишается диплома, имеет разговор с прокурором. И современные порядки требуют от него госпитализацию, назначение препаратов, входящих в рекомендации, гайдлайны и так далее, с уровнем доказательности. Здесь есть нюансы. Есть обратная сторона вопроса. Не придя к врачу вовремя на свои силы, попытавшись опереться, можно пропустить развивающийся онкологический процесс. Можно неправильным образом трактовать симптомы, думать, что это психосоматика, а это психосоматика, и в сочетании с каким-то, например, очаговой инфекцией. Поэтому я всегда за то, чтобы спрашивать мнение специалиста. И я считаю, что да, пробовать разные методы пациент имеет право, но мы должны обязательно информировать пациента и как минимум спрашивать мнение коллег и стараться все-таки его до специалиста довести. даже лучше электрика вызвать, чем самому делать ремонт и копаться в электрощитке, понимаете? Вот еще уж говорить про здоровье. Да, Владимир, спасибо. Я не призываю к самолечению, я просто пытаюсь объяснить, что разные подходы, особенно если их использовать одновременно, это может быть гораздо более эффективно, чем пытаться действовать каким-то одним путем, неважно, он традиционный или новый интегративный. Я думаю, Миша нас специально вывел на Я немножко троллю, прошу прощения. Активных спичек, чтобы мы сказали, не-не-не, конечно же нет. Я думаю, что Миша специально так сказал. Я объясню, чем хорошо, когда к нам приходят люди, от которых все отказались. У нас при этом гораздо меньше вот эта ответственность, да? Когда человек уже все попробовал, ко всем врачам сходил, а мы его тут вылечили. Это же какой вообще удивительный случай, да? Какая вообще радость, что вот все... Этот попробовал, кардиолог не вылечил, невропатолог не вылечил, кто-то еще там не вылечил, а вот мы вылечили. Это у нас сразу куча плюшек, потому что мы от такого вот пациента помогли, да? Это всегда очень хорошо. И тут гораздо меньше ответственности, конечно, и здесь гораздо лучше. А с другой стороны, если к нам пришел человек, он действительно думает, что у него какая-то невралгия, там какая-то, а у него продинфарктное состояние, пусть он лучше пойдет к кардиологу, исключит и это, и это, и это, и это, и фунготерапевт обязательно, если человек к нему приходит, а коническая картина похожа на какое-то соматическое заболевание, обязательно должен отправить на консультацию к профильному специалисту, чтобы исключить какие-то тяжелые соматические патологии. И только после этого, если специалист скажет, нет, это не ко мне, это у него там что-то другое, тогда уже можно им заниматься. И нужно назначить анализы тоже крови, чтобы исключить какие-то воспаления, нужно назначить какие-то другие анализы, УЗИ, чтобы исключить какие-то вещи, и это тоже делается, потому что самолечение, даже фунготерапевт, он к самолечению относится плохо, потому что даже те же грибы некоторые не всегда хорошо принимать с чем-то другим, и мы тоже думаем про сочетание разных препаратов, и тоже грибов с какими-то антидепрессантами, и мы тоже исходим с того, что самолечение даже грибами это вещь такая опасная, надо исключать какие-то которые грибам не лечатся. Много, я бы здесь, вот как раз я бы мог здесь рассказать очень многое, но я не буду, потому что в данном формате я все-таки скорее интервью, но Елена сказала совершенно правильно, и про радость нашу сказала правильно, типа там дед бил, бил, не разбил, бабка била, а мышка вдруг неожиданно разбила, фунготерапевтическая мышка пробежала, хвостиком моркнула и опыки, но на самом деле здесь же действительно очень важная вещь, это гораздо меньше ответственность, это вот как допустим если сравнить врача-диетолога и врача-нутрициолога, внутрициолог может написать что угодно, там ешь то, все, исключи это и это, но это ни в коем случае не будет считаться официальным рецептом, пока врач-диетолог на основе своего диплома, образования, опыта не подпишет это уже как рецептуру, грубо говоря, я могу сейчас перевернуть термин, надеюсь, что я правильно доношу логику процесс, да, и вот только тогда такое назначение утвержденное врачом-диетологом может считаться официальным и возникает там система ответственности, врач-пациент и все такое, а внутрициолог, да, он может любые совершенно разумные, правильные вещи рекомендовать пришедшему к нему на консультацию человеку, но это будет такая вот просто условно-частная неврачебная консультация. Я бы хотел еще сказать очень важный момент по поводу этих успехов лечения с помощью дополняющих комплементарных других методов лечения, с помощью микотерапии. Очень важно позиция практикующего врача и позиция человека университетского, она делится радикально на две вещи. Первое, не приемлю, это не научно не доказано, и второе, давайте исследовать это интересно. И мне кажется, на этих феноменах оно исследует ставить развитие медицины это исследовать. Но если есть такие успешные случаи, то наша ответственность, меньше ответственности в одном случае, как вы сказали, но наша ответственность до научного сообщества и практикующих специалистов донести, что такие феномены успеха есть, это каким-то образом опубликовать, найти возможность иметь какую-то периодическую печать, научные журналы и прочие остальные вещи, чтобы это продвигать и об этом люди слышали, потому что если не делиться научной информацией, а замыкаться в себе, то это будет опасно с точки зрения развития возможных перспектив. И это очень важно. Я вот по мере возможностей в научно-просветительских лекциях, в лекциях на конгрессах, конференциях, всегда обращаю внимание на новинки, различные варианты, с чем приходят пациенты, с чем мы сталкиваемся. Та же самая транскраниальная магнитная стимуляция, вот она начала изучаться у нас в клинике. И мы с коллегами всегда делимся информацией. Но и есть обратная сторона медали, действительно, вот и Михаил может поделиться огромным количеством случаев неправильной, необдуманной, неразумной, неверной, неверным использованием микотерапии, которая привела к негативным последствиям. Елена тоже таких случаев много имеет. Я хочу сказать, что и в нашем отделении психосоматической медицины были случаи, когда пациенты госпитализировались с обострением, серьезным обострением психического расстройства после курса необдуманного избыточного применения того же ежовика грибенчатого, например, или сочетания разных грибов, которые неразумно были подобраны и назначены. И я призываю, вот здесь, наверное, еще хочу обратиться к моим коллегам, к врачам, практикующим, к специалистам, к студентам, аспирантам, которые, может быть, посмотрят нашу трансляцию. Если в социальной культуре появился феномен, влияющий на здоровье, он требует изучения. 10 лет назад начали изучать те же электронные курительные всякие сигарет, смеси и так далее. Против курения не призываю ни в коем случае. Но это сейчас стало частью респираторной медицины и науки. У меня кандидатская диссертация по фиброзу легких сейчас показана, что электронные сигареты могут вызывать фиброз легких. Также абсолютно какие-то методы лечения, какие-то методы тай-чи, например. Тай-чи – это вообще китайская лечебная физкультура. Она может давать эффект ремиссии при разных заболеваниях опорно-двигательной системы. Казалось бы, где это и общепринятая медицина. Также и другие нелекарственные методы лечения и микотерапия на сегодняшний день. Она входит в естественную процесс жизни общества. И это важно очень изучать с точки зрения перспектив, лекарственного сочетания и так далее. Поэтому я призываю к тому, чтобы не отвергать, не отметать, а смотреть на это здравым научным языком. А то говорят, знаете, как раскол был в церкви. Они двумя перстами крестятся, они не с нами, тремя надо. То есть нужно обязательно таблеткой миллиграммы и так далее. Поэтому я против таких подходов. Я считаю, надо смотреть на все объективно. Владимир, я просто не могу не отреагировать кратенько на ту часть, где вы говорили о донесении до коллег научной информации. Я надеюсь, что сейчас наше начинание, которое связано с регистрацией научно-медицинского журнала, который я пока для себя мысленно называю 3М, микофармакология, микодиетология и микотерапия. Я надеюсь, что в этом году нам получится такой журнал зарегистрировать и в этом же году уже появится следующий номер. И возможно это станет одним из инструментов как раз донесения современной адекватной исследовательской научной информации до широкого круга заинтересованных пользователей. А вообще то, как и о чем рассказывал сейчас Владимир, это практически манифест с моей точки зрения того, как должна выглядеть и современная микотерапия и самое главное подход специалистов к ней. И действительно невозможно отбрасывать тот факт, что и в исторические времена и тем более в наше время грибы являются как минимум комплементарной медициной и во многих странах мира, не только в странах Юго-Восточной Азии, а и в странах Запада использование грибов, допустим, как препаратов второй линии при онкологических заболеваниях это уже совершенно нормальная практика. Поэтому я бы даже хотел на этой замечательной ноте закончить наше общение, но я чувствую, что, может быть, нам еще есть немножечко чего обсудить, остались какие-то случаи интересные, но в целом, смотрите, у нас получилась достаточно обзорная встреча, это некое, скорее, начало, введения в какую-то глобальную тематику, и очень хорошо, наверное, не стоит перегружать слушателей, зрителей избыточной информацией, у нас, между прочим, с Владимиром запланирована следующая встреча, где мы обсудим необычайно интересный вопрос, который будет посвящен расколу фармы, то, о чем мы говорили в начале этого выпуска, мы обсудим это обязательно подробно с примерами, нам всем есть, что в этом плане рассказать, но теперь давайте напоследок мы постепенно будем готовиться к завершению программы, Елена чего-то еще хотела сказать, и, может быть, если какие-то у вас есть еще интересные наблюдения, выводы, пожелания, поделитесь, пожалуйста, этим с нашими зрителями, и дальше мы уже будем делать выводы и завершать. Да, мне очень нравится подход Владимира, именно вот такого широкого взгляда, что все может быть полезно, и самые необычные вещи могут быть полезными, и ничего нельзя отметать, у меня как раз очень близкий взгляд на на это, вот, и к тому же мне очень понравилось, что вот сказали, что даже ежовик грибенчатый, как такой на первый взгляд безопасный, безобидный гриб, может вызвать повышение тревожности, я с этим сталкивалась в своей практике, потому что как раз вот самолечение грибами, оно сейчас развивается так по принципу сарафанного радио, люди что-то услышали, вот это от того, это от всего, и применяют как-то без учета своей психологической конституции, своих каких-то особенностей, и просто потому, что вот Васе понравилось, и я попробую, вот, а это все совершенно не так, и люди с повышенной тревожностью часто, когда они применяют, например, микродосин красного мухомора, когда его сочетают с ежовиком, часто получают противоположный эффект, вот, не седативный, а наоборот повышенного возбуждения, и мы предостерегаем таких людей, говорим, что если вот у Вас нужен не антидепрессантный эффект, а, скажем, антипсихотический, то Вы ежовик-то уберите, оставьте вот один красный мухомор, и будет лучше, да, и все, ну, не все это понимают, да, вот об этом я бы хотела сказать, и даже самый безобидный грипп, он у некоторых людей может вызвать самую удивительную реакцию, например, у того же ежовика грибенчатого есть такие свойства, и иногда он вызывает носовые кровотечения, иногда он вызывает аллергические реакции, какие-то грибы могут вызывать снижение половой функции, между прочим, у некоторых мужчин. Что-то есть такое, да, у кого-то снижение половой функции, наверное, из-за гиперстимуляции мозга, видимо, уже не хватает. Есть такое, что даже на лисичке, на самой безобидной лисичке у меня было два случая, когда у людей были расстройства желудка от лисичек, хотя нам казалось, что уж более безобидного, безопасного гриба, чем лисички, трудно придумать, но даже так, то есть есть люди, которые реагируют плохо на самые такие... Я прошу прощения, это нормально вообще... Надо понимать, да, я для чего это говорю, что не надо думать, что это чисто такая вот чисто позитивная вещь, нужно ко всему подходить аккуратно. Смотрите, друзья мои, давайте потихонечку подходить к выводам, и я хочу в конце немножечко конкретики. Вот мы говорили о психосоматических состояниях, у нас вскользь упоминались разнообразные грибы, обратите внимание, если вы обратите внимание, то чаще всего у нас упоминался мухомор красный и ежовик грибенчатый, вот эти два гриба, и это естественно говорит о том, что их влияние на человеческую психику, оно скорее всего самое выраженное. Значит, о чем я хочу сказать отдельно дополнительно, и прошу обратить на это внимание, это о том, что психоактивных грибов гораздо больше, чем об этом принято думать, в том числе думать официально. Понятно, что есть псилоцибиновые грибы, это капитан очевидность, все понятно, там серотониновый ряд, тут как бы нечего обсуждать, но мы с ними не работаем, потому что они контролируются на территории Российской Федерации. Есть мухомор красный и другие его родственники, которые содержат разнообразные алкалоиды, это там мусцимолы, если не повезло и ботеновая кислота, а если это пантерный мухомор, то это еще и алкалоиды скопиламинового ряда, гиосциамин, скопиламин, да, и так далее. Это тоже, безусловно, понятная история, но есть и другие потенциально или, безусловно, психоактивные грибы, на которые разные пользователи реагируют по-разному, кто-то может не отреагировать, кто-то может отреагировать, тот же ежовик, да, раньше это были такие в профессиональной среде более-менее скрываемые сведения, вот Лена даже сейчас мне показывает, что об этом не надо говорить, но достаточно залезть в Википедию, да, просто почитать Википедию, и это сведения там уже больше года как опубликованы, что основные действующие вещества ежовика, там, тот же ириноцин, по сути, по своей, я понимаю, что Лена считает, что сейчас ежовик запретят, да, но я не думаю, Владимиру можно рассказать, но это надо потом вырезать, потому что не надо это мусировать, Миша. Я очень хотел говорить с тобой одновременно, значит, если мы возьмем ириноцин, то по сути, с биохимической точки зрения, он представляет собой замороженную конфигурацию псилоцин, да, это вот прямо одно и то же, да, поэтому там, ну, хвостов побольше немножечко, ну, собственно, все, да, в одном месте замкнут, по четвертому, там, атому углерода. Вот, то есть, хорошо, давайте исходить из того, что, возможно, этот блок мы вырежем, я не понимаю, зачем, я начну мысль, продолжу мысль с ежовика. Значит, многие грибы, и не только мухомор, и псилоцибиновые обладают потенциальной психоактивностью. Сюда относится и ежовик, многие употребляющие этот гриб, видели, допустим, яркие цветные сны, да, такая реакция есть, иногда даже контролируют управляемые сны. Такие грибы, как чешуйчатки, например, чешуйчатка, чешуйчатая, тоже может вызывать реакции вполне психического содержания. Среди прочего, было установлено, что некоторые популяции чешуйчатки содержат миконовую кислоту, а это уже в сторону популяции, сомниферум, да, мака, и так далее, и так далее. Есть грибы, которые в традиционной медицине, в традиционной, я имею в виду не в современной, да, вот классической восточной медицине, считаются энергетиками, тот же майтаки или кардицепс, или филиношвениц, такой коричневый, желтый, интересный, которые при внятном употреблении, когда счет идет на сотни граммов, они вызывают серьезное возбуждение, которое может сопровождаться в том числе галлюцинациями. Это, как правило, индивидуальные реакции, но это несомненное влияние на психику грибов. Более того, уже установлено достаточно большое количество случаев, когда не только интоксикация, а еще и сопутствующие галлюцинации возникают при употреблении обычных сморчков. И сейчас даже появилось название сморчковый нейрологический синдром. Поэтому в принципе грибам нужно аккуратно, с известной осторожностью относиться как к психотерапевтическому инструменту, очень мало исследованному в настоящее время. Есть всего одна большая хорошая исследованная группа грибов. Действительно, это псилоцибиновые грибы, и это активно сейчас развивается во всем мире. На этот путь хорошо встал красный мукомор, и исследования с ним начинают активно разворачиваться, но это не значит, что других грибов нет, их много, я мог бы сейчас сходу назвать более десятка видов, которые не содержат псилоцинные его аналоги, и не содержат мусцимол и его аналоги, и другие алкалоиды, но за счет содержания других веществ тоже могут представить собой интересный инструмент для воздействия на человеческую психику. Поэтому перспектива огромная, смелые индивидуальные эксперименты ни к чему, безусловно, вот это как раз та область, где должны работать профессионалы, да, и проводиться нормальные эксперименты, контролируемые исследования, и так далее, и так далее. Но грибы это нечто с огромным потенциалом, и мне кажется, что за ними серьезное будущее, именно как в плане психотерапевтических агентов. Вот это то, что я хотел особенно подчеркнуть. Я бы хотел сказать, что практически все направления жизни человечества сейчас обращают внимание на эмоции, на их роль. Все от экономики до нейронаук изучают поведенческие паттерны, и эмоции, поведенческие паттерны друг на друга влияют, и это влияет на телесное здоровье, в свою очередь телесное здоровье влияет на эмоционально-психическую сферу и так далее. И на этом перекрестке естественно рождаются различные синдромы, патологии, состояния, которые могут быть нам неприятны или непонятны, поэтому, конечно, обращение к практикующим специалистам это очень важно, чтобы помочь себе разобраться в причинах и следствиях своих недугов, проблем, и найти хороший, адекватный, экологичный способ решения этой ситуации. Я очень призываю быть ответственным в плане самолечения, и я считаю, что лучше всегда проконсультироваться с профессионалами по вопросам, которые связаны с здоровьем, уж тем более. Я очень призываю людей к тому, чтобы взаимодействовать со своим богатым внутренним миром, он не менее важный, чем внешний, в котором мы проявляем свою деятельность. Я считаю, что очень важно осознанно относиться к собственному поведению, и что мы принимаем, как мы это себе назначаем, что мы обсуждаем с врачом в плане своих назначений. Я всех призываю к просвещению, к поиску своей внутренней правды, к опору на себя, да пребудет с вами здоровье и психическое, и соматическое, и психосоматическое, и всем я желаю осознанности. И спасибо огромное, что уделили сегодня время такой важной теме, как психосоматические заболевания. После этого мне остается сказать только Владимир, Елена, спасибо вам огромное, что вы приняли участие в этой программе, и мне остается только присоединиться и к напутствию, и к призывам Владимира, да, действительно, обращаясь к специалистам, это единственный, наверное, правильный поступок, если вы хоть немножечко неуверенны, а даже если вы полностью уверены в том, как вы можете вылечить себя сами, все-таки менее специалист, который обладает богатой практикой, который получал, в отличие от вас, скорее всего, профильное образование, как минимум, к его мнению стоит прислушаться, а дальше, да, вы уже на свой страх и риск можете принимать какие-то относительно себя и своего здоровья решения. Друзья мои, я был очень рад, что мы с вами так пообщались, дорогие зрители, я рад, что вы, я надеюсь, до конца посмотрели эту программу, сделали для себя какие-то полезные выводы, получили какие-то новые знания. Я уверен, что мы не прощаемся с Владимиром, с Еленой, я не могу проститься, даже если бы мне этого захотелось, да, мы так или иначе обязательно будем дальше долго взаимодействовать. Вот, я бы очень хотел видеть Владимира на наших дальнейших программах, потому что сейчас мы действительно только-только обозначили, да, взаимодействие медицины, психосоматических расстройств, микотерапии, и вот мы встали на эту прекрасную дорогу, на этот светлый путь, и мы будем и дальше держать вас в курсе каких-то новых интересных открытий, событий, будем доносить до вас новую актуальную информацию. на этом я прощаюсь с вами, что были с нами, с нами грибы, а значит, с нами Вселенная. Субтитры создавал DimaTorzok,